Я приветствую всех, кто сегодня приехал. Хотя и мороз замораживал на Витязьке, нашли время. Я благодарю всем, кто нашел время, и особенно кто приехал издалека. Надеюсь, вы не зря приехали. Надеюсь, мы сегодня в беседе раскроем то, что вас интересует, ради чего приехали на эту встречу. Поэтому, наверное, будем начинать потихонечку. Я не могу, как обычно, некоторое ступенное слово, по мере которого будут поступать записки, тогда начну отвечать на записки, поступающие из зала. С чего хочу начать? Традиционно я всегда обычно говорю о том, что какие там дела по поводу скачки книг. Многим, конечно, это не очень нравится, что вот типа откуда берет и тому подобное. Но эта статистика поступает с серверов, которые, так сказать, не я, никто не контролирует. Это что, сколько скачалось книг, столько и скачивается. Поэтому нравится кому-то, не нравится, но что мне, почему это дело, показать действительно, какой интерес продолжает не умолкать, как сказать, наоборот, все больше и больше людей проявит интерес. Почему? Потому что, допустим, вот еще январь месяц, допустим, еще не закончится, вы понимаете, сегодня только 23-е. Но уже вот на это число, на вчерашний день точнее, было скачано с двух сайтов, которые, чтобы было понятно, это мой сайт и сайт советника. На других сайтах, где размещены книги мои, их очень много тоже, я статистически не имею. Так вот, уже в январе за 22 дня было скачано 65 тысяч 510 книг, а в декабре было скачано 70 тысяч книг. То есть постепенно, видите, количество книг растет, и на данный момент уже всего скачано 1 миллион 335 тысяч 915. Это только с двух сайтов. И для статистики, если интересно, в 2006 году, когда только первая книга была размещена за весь год, ну там не с самого начала, конечно, было скачано 20 тысяч 539 книг, то сейчас в январе скачано 65 тысяч за неполный месяц. То есть, как видите, действительно, видно то, что я пишу, видно, реально вызывает интерес людей, об этом говорит, что вы сегодня тоже приехали, но интерес не только у тех, кто у друзей и соратников, интерес вызывает возмущение у врагов. Сколько только, ну, кто читал статьи, допустим, по источник жизни, чего только не придумывают, типа, что, типа, это фотошоп, это сделано фотошопом. Когда фотографии сел тысячи, они понимают, что тысячи фотографий фотошопом сделать, в принципе, нереально. Они начали говорить, что, ага, там в Голливуде целая фабрика грез работает, чтобы фабриковать фотографии и так далее, и так далее. Но это рассчитано, опять-таки, на тех людей, которые не понимают, что такое фотошоп. Потому что мне приходилось работать с график очень много, потому что я картины делаю и так далее. Могу сказать следующее. Если фотошоп, это наложение одного изображения в другое. И даже суперкомпьютерный график никогда не сможет совместить точки так, чтобы они совпадали полностью. Потому что если изображение единое, там точечки, ну, понимаете, цифровая информация к точкам. Если что-то меняется, она сдвигается, то возникают изменения, и совместить миллионный точек, чтобы они совпадали, это, в принципе, не просто невозможно, не в принципе, вообще невозможно. Поэтому это рассчитано на тех людей, которые мало понимают, что такое фотошоп, к примеру, что такое вообще компьютерная графика. И, так сказать, которые слышали, что журналы, все, допустим, модели, так сказать, лично пропускают через фотошоп, поэтому они будут не так на самом деле и тому подобное. И они думают, что, ага, вот фотошоп услышали, и большинство людей, которые не понимают этого, если, а, да, это сделал, потому что многие вещи не укладываются в голове человека, а таким вариантом очень легко спокойно успокоить себя. Ну, в любом случае, даже то, что Карай сказал, что, прямо на время назад сказал, что кто заявляет, типа, вот, готов, пускай приходит, если не докажут, то фотошоп, я им заплачу миллион. А если это не докажут, то они заплатят миллион. Знаете, что стали говорить? А, он знает, что у нас миллиона нет. А у меня сейчас тоже миллиона нет. Ну и что? Так если я уверен, если я уверен, что там, я говорю, а если они лгут, то они что, тысячу причин. Так пускай все враги соберутся, на них много же, да, и соберут миллионы, и докажут хотя бы одну фотографию, то есть фотошоп. Ну, почему-то нет. А потому что, ну, легко, так сказать, им нужно действительно дискретировать, придумать все, что угодно, чтобы действительно... Там вот, пару встреч назад я приводил данные, что в России, так сказать, применялась технология моя, так сказать, по грибным выращиванию грибов. И, так сказать, урожайность грибов без химии, без ничего в 32 раза превышает самое лучшее достижение в мировой практике сейчас существующей. И это не предел, только начало, в 32 раза. И это без всякой химии, и так далее, и так далее. Вот технологии, позволяющие получать абсолютно чистые, как говорится, продукты питания, без какой-либо химии, и тому подобное, и тому подобное, и подобное. И не только то, что чистые продукты, то есть возникали задачи, допустим, те же самые грибы шитаки и другие майтаки, они, допустим, растут в природе только, допустим, на определенных основах, допустим, на древесине мертвой. А можно сделать, чтобы они росли, грибница росла на других основах, допустим, на рисе, на мясе и так далее, на костях, там и так далее. То есть каждый биологический объект содержит разные качественные, очень важные элементы, и такого в природе не может быть. Ну, в результате того, что генератор позволяет делать очень многое, эти грибницы растут именно на тех основах, которые они в природе вообще никогда не росли. И в результате чего получают такие качества, которые невозможно вообще получить в природе. И это все без какой-либо химии, и без всякой генной инженерии, где никакого там генных не нужно наносить, и так далее. Это генная инженерия, но в совершенно другом уровне, которая, так сказать, не требует того, чтобы уничтожать что-то, или гробить, или так далее, и так далее. Но, опять-таки, тут же, а вот покажите нам, пускай это предприятие, мы хотим посмотреть. А что, это предприятие должно быть проходным двором для тех, кто хочет посмотреть? Конечно нет, это рабочее предприятие, оно же существует реально, и так далее, и так далее. И вопрос, почему каждый, знаете, интересно бывает, вот кто-то говорит, а вот ты мне докажи, вот ты мне докажи, что вот это так, вот я хочу на себе проверить, и так далее, и так далее. Во-первых, человек думает, а вопрос, а не задумывался, почему я должен кому-то что-то доказывать, конкретному человеку, примерно, вообще что-либо. А от того, что, действительно, когда я был в самом начале, думал, что, ну, человек не понимает, и так далее, и так далее, действительно, кидался, ну, как же так, не понимаешь, вот доказывал, доказывал, все. И что это меняло? Ничего не меняло. Тысячам людям доказывал, и ничего не меняло. Так зачем человек, а то он хочет самоубедиться. Один из самых забавных примеров такого плана, как-то сумбурных, с моей точки зрения, когда это еще был, простите, 89-й год, начало 90-го, кажется, это начало 90-го, ко мне попала женщина, говорит, вот, пожалуйста, скажите, что у меня, какие проблемы, и тому подобное. Ну, я просматриваю, говорю, что вас интересует? Ну, у меня вот проблемы с почками. Ну, я просматриваю, смотрю, одна почка, вторая почка, третья почка, что-то не то, думаю. Я вообще никогда не пил, думаю, это обычно с перепоем бивает, троицы и так далее, я вроде не пил. Раз, два, три, опять три, ну, что такое? Еще раз проявил. Я говорю, вы знаете, странно, но у вас три почки. Да, это так, я пришла вас проверить. И ушла. Ну, понимаете, ну, это же дурость. Вот, ну, что, проверил, узнал, что, я сказал, что у меня есть там три почки вместо двух, как обычно. Редкое явление, очень редкое, но бывает. И что? И польза от этого есть доказательства? И сколько таких было фактов и так далее. Понимаете? Я уже давно убедился, что если человек не хочет что-то воспринимать, что бы ты ни доказывал, он никогда не будет это принимать. Хотя, самое удивительное, что мне всегда поражало, все люди, которые обычно стоят скептики, на самом деле они, так сказать, ничего, чем меньше знают, тем больше скептический человек относится к вещам. Потому что, чем меньше знаний, тем больше неграмотности. А если неграмотность больше, то, естественно, начинают говорить две вещи, которые, ну, к примеру, что было понятно, как там, вот, типа, какого бредовой идеи у вас, что мы, так сказать, прилетели с других планет. Ахинею несете и так далее, и так далее. Ну, хорошо, понимаете, есть несколько степеней невежества. Невежество, естественно, то есть человек не знает, потому что у него не получают информацию. А есть сознательное невежество, когда человек ничего не хочет делать с этим невежеством. Ну, сознательное невежество не нужно комментировать, наверное, всем понятно, да? Так вот, допустим, до тех пор, пока не появилось счастливое, случайное, что не обнаружили замороженное тело неандертальца в Альпах, в Альдах, так сказать, в леднике, и не смогли исследовать его генетику, можно было предполагать гипотезы строить, каких угодно, хотя та же самая гипотеза, так сказать, вот кто знаком с антропологией, палеонтологией, почитайте реальных палеонтологов и антропологов, они в своих книгах, в частности, Пьер де Шарден, «Феномен человека», очень интересная книжка, любопытно, рекомендую почитать. И он пишет, что современный человек, все расы, так сказать, но у него данных по России в то время не было, только Западной Европы и весь страной мир, все расы появились примерно 35-40 тысяч лет одновременно, и что они были, так сказать, различия между расами были гораздо более ярко выражены, чем сейчас. Ну, это естественно. За эти последние 35-40 тысяч лет прошло довольно-таки много смешений. Получилось много, как говорится, подрасовых групп, когда разные расы смешиваются между собой, образовались подрасы. И это не только его вывод, это основание исследований костей и так далее, и так далее. И серьезные ученые с этим позицией согласны. То есть 40 тысяч лет назад в современный человек появился одновременно, и даже был объем черепа больше, чем сейчас. И расовые признаки были более ярко выражены, чем сейчас. Вопрос. Даже не зная ничего другого, не зная генетики, данной генетики, вопрос. Каким образом, естественным путем, появились четыре разные расы одновременно на разных континентах, разнесенные на тысячи тысяч километрах? Уже само по себе это подозрительно, и говорит, что здесь что-то не то, и чем-то завязано тем, что происходящее на нашей планете. Но это, может быть, гипотеза пока не подтвердилась фактами. А факты следующие. Вот когда нашли, говорю, что замерзшее тело во льдах, в олимпийском леднике неандертальца, и сравнили генетику с современным человеком, гомо сапиенсом, то оказалось, что генетика неандертальца и современного человека совершенно несовместимы, как, допустим, лошадь и осел. Они вроде похожи, но никакого потомства между этими двумя видами невозможно. Несовместимы. То есть, что это означает? Это означает, что неандертальцы нашими предками не были вообще. Хорошо, скажем, хорошо. Неандертальцы, которые появились порядка 600 тысяч лет назад и вымыли порядка 35-40 тысяч лет назад, и некоторые представители до сих пор ходят под названием Йети, Снежный человек, Бигфут и так далее, в разных странах по-разному называют. Это же остаточные, так сказать, в дикой природе сохранились. Но если неандертальец не был нашим предком, допустим, ну должен быть кто-то предком нашего современного человека, да? Ну сам почти не появится. Но если они неандертальцы отпадают, ну вот взял и отпал. Смотрим, что же наши антропологи и полиентрологи предлагают нам взамен. А взамен предлагают, что до того, как существовало неандертальец, существовали кто? Пятикантропы и синантропы. То есть синантропы – это более поздняя, более развитая ветка пятикантропов, которые вымерли порядка 650-150 тысяч лет назад. Неплохо, да? Так что получается? Что другой возможный кандидат на наших предков вымер, ну 600-700 тысяч лет, ну самое близкое это 600 тысяч лет. И что же получается? Где же промежуточное звено блуждало? Или мы появились, так сказать, через 35-40 тысяч массово, разных континентов, разные расы, сразу. Ну хорошо, а где же мы были до того, что наши предки были, прежде чем объявиться в виде гумо-сапиенс на Земле? То есть, представьте, 600 тысяч лет, когда самое минимум, другие гуманоидные формы, человекоподобные существовали. Разрыв 600 тысяч лет, никого, ничего больше нет. А другие еще, еще древнее, еще более отличаются современным человеком. Ну уже тут даже, кажется, первокласснику понятно, что современный человек, ну никак не мог появиться на Земле. Плюс многие факторы, которые, так сказать, многие, допустим, даже все те же самые, то же самые неандерталицы, они были покрыты густой шерстью. Ну, современный человек имеет, любой может посмотреть и обнаружить, что мы имеем такое роментальное, остаточное явление, так сказать, шерсти. И как ни странно, смотрите, гуманоидные формы, человекообразные обезьяны, там, гориллы, шимпанзе, аргунтанги, так называемые, которые живут в Африке, ну там, конечно, очень холодно, да, никогда шерсть свои не теряли. А ведь, смотрите, большинство рас, на исключение черных, живут в суровых климатических условиях, всегда жили. Допустим, белая раса всегда жила на севере, хотя не всегда как было, но ни шерсть не выросла, не потерялась и не выросла за эти годы, а тысячелетия никогда не прошло. Ну, неужели непонятно, что все, что говорится о том, что вот мы прошли от обезьяны, ну где ж та обезьяна, до сих пор не нашли. И оказывается, что никаких обезьян, даже человекоподобных существ, потому что и те же самые пятикантропы, хоть и далекие, так сказать, гуманойные формы, но они и огонь имели, и орудия труда примитивные были, то есть, действительно, можно сказать, примитивными человеком были. Но мы не являемся продуктом развития живой жизни. По целым ряда причин, кто читал, книгу читал, уже объяснял. Потому что, когда нашу планету спасли от гибели, после этого существуют законы белых от цивилизаций, в принципе, что если планета спасена от гибели, то есть, катастрофы, после этого имеет право, ну, как-то вмешиваться в развитие, естественный ход развития жизни. Вот поэтому, так сказать, когда вот наши предки колонизируют эту землю, особенно первое время вообще не трогали, пока жили в территории Дарии, потому что изолированный континент, на другие континенты проходила жизнь нормально, все, так сказать, существа жили, как не трогали. Ну, потом, когда вынуждено было переселение, сначала из Дарии, а потом заселение другими расами Земли, тут уже пришлось вмешаться. Но это вмешательство было обосновано тем, что это не нарушение законов космоса. Закон космоса нарушается тогда, когда вы лишаете возможности. А если, допустим, развитие жизни должно было погибнуть, вы спасаете, вы имеете право уже корректировать развитие. Потому что вы не нарушаете, вы не лишаете возможности этой жизни добиться какого-то своего выхода качества. То, что погибло, должно погибнуть, уже, так сказать, природа считается уже сошло с исторической ареной, и поэтому, ну, это, думаю, понятный момент такой. Так что, кому нравится, не нравится, но, так сказать, тот факт, что мы с вами являемся потомками переселенцев, это является уже фактом, не просто предположением, а самым настоящим фактом. И вопрос, а почему так сильно, активно защищают, что вот мы все происходили за обезьяны? Ну, кто-то может считать себя обезьяной, ну, пускай бегает, прыгает наверх с обезьянами. Кто-то здесь считает себя, что он обезьяну похож? Не думаю. А для чего это делается? А для того, чтобы продолжать обманывать людей, дурить их, обманывать, навязывать лживые представления позиций, методы, социальные механизмы развития. Почему? Потому что, если скажут, что да, мы знаем, что в цивилизации существует множество в космосе, что и мы потомки тех председаний, которые потеряли контакт с теми, от цивилизаций, с которыми переселились по тем не причинам. Значит, никто не может сказать, мы делаем первый раз, мы единственная разумная жизнь во Вселенной, и мы делаем ошибки. Ну, правильно, мы делаем ошибки, но опыта нет, не с кем сравнить, ничего и так далее, и так далее. Это используют социальные паразиты, чтобы обманывать людей, навязываем ложные социальные системы развития, которые, в принципе, которые уже приводят к катастрофическим явлениям. Ну, вот смотрите, то, что, так сказать, аграрная промышленность развивается как? Что это? Химия. Все яды для того, чтобы убивать вредители, яды, вещества для того, чтобы стимулировать рост и тому подобное, в результате чего земли отравлены. То есть, земля уже перестает родить полностью. От того, что какие-то 200 лет, даже еще 100 лет не прошло, за 50 лет активной химизации сельского хозяйства, скажем так, уничтожено огромное количество земель. Это очень явно выражено в Штатах. У нас последние 15 лет, слава Богу, из-за кризиса и то, что произошло, это не делается. Это хоть и плохо, но хоть единственный плюс этой гадости, что земля не тратит. Нет денег, чтобы купить химию, чтобы насыпать ее на землю чересчур. 15 лет земля отдыхает. А что получается, допустим, вот я данные приводил, в Китае каждый год, Китай теряет 5-7% плодородных земель. Каждый год. Вы понимаете, что геометрическая прогрессия? Каждый год, значит, на 5-7% в этом году потерялся, на следующий уже меньше на 5-7% что было. То есть, пассивные площади, то есть, то, с чего получают продукты питания, уменьшается и уменьшается очень быстро. То есть, такими темпами 10-15 лет в Китае не останется земель, которые могут что-то рожать. Ну, понимаете, что полтора миллиарда колонны китайцев, представляете такое? Или 2 миллиарда? Куда они кинутся, в первую очередь? Как вы думаете? На нас. Нам это нужно? И что вы думаете, если они кинутся? Что они сделают с землей русской? То же самое сделали, что со своей землей. Правильно? И это не только в Китае, в Америке, в Европе, до того химия, что, пример, что грунтовые воды полностью отравлены. Вот мало кто знает, но вот то же самое Франция, примеру, с тобой более мне знакома, сила при обстоятельствах, очень много больных людей рак, ну, пищеварительных трактов. То есть, желудка, кишечник, толстая, тонкая кишка, там, неважно, желудок, рак, все, что связано с пищеварением, рак. А как, ну, почему? Рыба, там французы очень много пользуются морепродуктами, начиная от рыб, кончая всеми ползающими по дну. Они просто фанаты этого. В результате чего? Они получают вот колоссальный процент больных и умирающих от рака. Почему? Потому что и рыба, и ракообразные, и не только жители морские отравлены. Почему? То же самое воды, которые смоют, грутовые воды и реки, сносят все эти химию. Куда? В океаны, в моря, океаны. Плюс то, что там бросали море войны, химическое оружие топили и тому подобное. Все это вылазит, все это попадает сначала в морепродукты, с морепродуктами попадает на стол людям, люди едят и умирают очень быстро от этого. Это, извините, высокоразвитые страны, да? Штаты, Франция, ну и Китай сейчас тоже, можно сказать, высокоразвитые страны в этом плане. До того, извините, жадность, посмотрите, что жадность сотворила. От жадности, так называемые, заработать побольше денег, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие своих собственных стран, из-за того, что в Китае рабочая сила, ну, почти даром, там зарплата где-то порядка 20 долларов в месяц, получая зарплату. Вот все перебросили свои, как говорится, производственные мощности в Китай. Что это значит? Построили предприятия, завезли технологии, обучили работать людей, которые начали выпускать товары. То есть жадность превратила Китай, жадность Америки, Европы и тогда превратила Китай в мощнейшую экономическую державу современности. Жадность этих держав. А чтобы не платить, почему это дело? Чтобы не платить работающим в своей страны зарплаты, которые требуют гораздо больше и так далее, это налоги и тому подобное. В результате этого они все перелили и слили в Китай, и Китай поднялся ого-го-как. То есть, кто построил, кто создал военную мощь и не только военную мощь, экономическую мощь Китая? Запад своей дурацкой философии прибыли, чтобы жадность как можно больше загрязли в карман. Ну, как, знаете, как-то с одним человеком спорил, ну, хорошо, ты хочешь заработать денег, ну, хорошо, ну, заработал 100 миллионов ты сделал. И что после этого? Ну, хочу, ну, миллиард, ну, хорошо, сделал миллиард. А что дальше? Ну, сделал 10 миллиардов, 100 миллиардов, триллион, примерно. Но в определенную точку, в определенной точке этой гонки ты умрешь. И что? И зачем тебе эти миллиарды, триллионы и тому подобное? Что ты с ними делаешь? С собой заберешь? Не заберешь? Это болезнь, психическая болезнь, с моей точки зрения, которая, к сожалению, все больше охватывает и жителей России, к сожалению. Понимаете? Потому что, действительно, деньги – это инструмент. Они должны служить человеку. Когда человек начинает служить, деньгам он превращал в раба, в самом настоящем. Вот самое главное, чтобы человек не превратился в раба денег. Потому что, если превращает раба денег, он ради денег готов продать, в том числе, свою душу дьяволу, только чтобы ему деньги дали. Понимаете, деньги в современном обществе пока еще неизбежны, понимаете почему? Потому что сейчас все построено на них. Но они должны быть инструментом для того, чтобы человек, допустим, мог делать то, что ему душа лежит. То есть деньги дают свободу творению, а не рабство, а наоборот свободу, если человек над ними. Ну вот, так что перейдем пока потихонечку к вопросу, потому что уже вопрос накопилось, а время бежит. Вот, начнем с одного вопроса, который прислали по интернету. Ну здесь вопрос спрашивает, как мое отношение к гомеопатии. Ну я уже говорил, но быстренько повторю, может кто-то не слышал. В принципе, гомеопат работает не лекарство, не травы, а работает тот гомеопат, который делает составы. Это, я повторю, в советское время был известен такой в Киеве гомеопат Попов, может кто-то слышал. И его, так сказать, препараты славились очень сильно. Он собирал все травы, ну там же нужно собирать в определенное время, в определенный час, для каждой травы семена в одно время, корешки в другом, листья в третье и так далее. Ну все правильно, потому что разные вещества содержатся в разное время и в разные периоды жизни растения. И чтобы секрет не выходил, его жена сидела и выполняла черную работу, как он считал. То есть взяла по его рецептам, составляла составы. Ну сюда ведь всего, всего добавить этого, туда-сюда. Короче, она черную работу, как он считал, делала. И все было прекрасно до тех пор, пока его жена не умерла. И он, чтобы секрет не выходил из семьи, стал сам делать составы. Когда он стал делать составы сам, эффективность их стала практически нулевой. Вопрос. Если дело в травах, то почему, когда он стал делать, эти травы перестали работать? А потому что травы, это катализаторы правильных процессов, но не основное. Вот именно его жена, которая составляла составы, являлась основным работающим свиновым, она вводила программу, то есть она составила состав от сердца, допустим. И она представляла, что вот это вот идет, активизируется процесс, восстанавливается работа сердца и так далее, и так далее. Вот без этого представления и заложения программы, может поэтому она и быстрее умерла, что она часть своей жизненной силы давала, никакой работы не будет. Насколько я слышал потом, он привел к работе своей дочи и все пошло опять. хорошо. То есть дочь тот же самый образ создавала и так далее, и так далее. То есть гомеопатия, единственное, которое работает, это когда действительно человек, имеющий потенциал определенный, вкладывает в это свою душу понимание, что должно происходить, когда человек пьет тот или иной состав. Потому что те химические листва, которые, допустим, состоят в растении, они только нужны для того, чтобы происходили определенные химические изменения. Но ставить по себе химические изменения без программы, заложенной создателем этой микстуры, скажем так, не будет работать. Но когда мы говорим о промышленной гомеопатии, это можно забыть, тушить свет и бросить гранат. Там никакого эффекта нет. Во-первых, почему? Потому что процесс суши, во-первых, никто же не собирает травы в определенное время, а там же, допустим, до цветения, после цветения, так сказать, утром или на расселе, или после захода солнца, или полночь. Химический состав резко отличается. Не зная всего этого и не учитывая, и собирая просто то же самое растение, в любое время, кому приходится, придумается, захочется, пользы от этого очень мало. Поэтому промышленный производитель, когда в аптеке покупаете, стоят уже гомеопатические препараты, тоже никакие не годятся, с моей точки зрения. Так что, вот такой мой ответ. Поэтому, так сказать, если кто и пользует, лучше действительно брать от тех, кто делает сам, если действительно имеет природный дар, помогать людям. Вот кто старушки, там, не обязательно старушки, люди, которые действительно составляют составы сами. Теперь вопрос от здесь читателей. Первый вопрос. Весите, пожалуйста, явление пирамиды над Кремлем и спирали в небе на Норвегии. Ну, я не знаю, когда... Ну, пирамиду над Кремлем я в курсе делал, а спираль в небе на Норвегии, я не знаю, когда она была, поэтому нужно сказать, но вполне возможно, что в конце сентября были уничтожены, так сказать, метеорологические станции, которые создавали искусственный климат. Три станции в Норвегии, в Гренландии и на Аляске. Вот три системы, которые используют, чтобы манипулировать погодой, чтобы создать глобальное потепление во всем мире. Это очень простая система, действующая на Земле, находятся мощные радиоизлучатели, но антенны мощные. А на спутниках, которые висят в синхронных точках орбиты, синхронные точки орбиты, кто не знает, это точка орбита, на определенное удаление от Земли, когда спутник вращается, он вращается с такой скоростью, как он движется поверхность Земли. Поэтому при движении он зависает на одно и то же, и висит постоянно, хотя он постоянно вращается, движется. То есть вместо синхронного поверхности Земли движется спутник. Вот это называется синхронная орбита. Вот все эти спутники, спутниковое телевидение, телефоны, вот все они запущены через такие спутниковые синхронные орбиты системы, благодаря чему мы можем, конечно, общаться и так далее, и так далее. Но параллельно там не только телефоны стоят, понимаете, да? Там стоят еще тоже приемно-передающие аппаратуры, и вот с помощью сигналов мощных излучений, идущих с таких станций, как было в Норвегии, Греландии и Аляске, направляя излучение в определенные такие спутники, там приемно-передающие они собирают, сфокусируют излучение и формируют так называемые ионные линзы, приемно-толевые точки над поверхностью Земли. То есть ионные линзы, значит, убираются в зону слоя и так далее, и так далее, и в этом месте начинается выжигаться все Солнце. Понятная история, да? Ну вот, в конце сентября уничтожены были эти станции Норвегии, Гренландии и Аляске. Ну и как видите, после этого нормальные погоды стали, зима вернулась в Россию, и тогда они только в России. И все эти, почему они кричат о глобальном потеплении? Хотя климат меняется, и климат меняется, это нормальное явление, не связанное ни с каким глобальным потеплением и тому подобное. А пирамиды над Кремлевым, это просто прилетали черненькие, ну и получили по мозгам. Как прилетели, так и улетели, так сказать. Ну это долгий разговор, и думаю, сейчас пока не стоит, очень много тратить время. Короче говоря, черненькие сейчас, паразиты социальные, их боссы, они приглашают, думали, что время критическое на них пришло, и они пригласили своего босса, чтобы босс помог им разобраться. Ну получилось, что босс сам получил по мозгам. Вот и все. Следующий вопрос. Ну вот здесь спрашивается вопрос следующий, что большинство цивилизаций, достигших высокого уровня в космосе, это, как правило, моноэтническая цивилизация. А что у нас в земле, это ситуация, ну особо редкая измену, редкая ситуация. Ну в принципе, это так и есть, потому что, как вы понимаете, что на одной планете, часть всего возникает одна форма. Потому что расы на земле, хоть они и совместимы физиологическими с собой, но они очень сильно отличаются, антропологически и даже биохимически. Как я уже приводил пример, что, допустим, в Америке выпускают специально отдельное лекарство для черных. Ну не называются черные, потому что, если вы называете в Америке черного нигра, то это будут оскорбления. Оказывается, нигру один раз, это оскорбление черного. Ну это маразм, конечно, большой, но африканские жители Америки. И лекарства действуют только на них. Если другие выпьют от лекарства, у них, может быть, наоборот, отрицательный результат от применения лекарства. То есть даже биохимия резко отличается. Не только, как говорится, антропологически, но и биохимия отличается. Хотя совместим. Ну, то, что получилось на нашей Земле, есть результат, ну, это так получилось, знаете, хотели как лучше, получилось как всегда, да? Потому что, когда Земля приняла беженцев с других планет порядка 40 тысяч лет назад, когда последний раз в Перу прилетал и объяснял, да, это как раз ушла активная война между светлыми и темными силами. И когда уничтожали планеты, на которой жили цивилизации разных рас, и во время войны спасать, их нужно было спасать, кто выжил. И, естественно, ближайшее место было Земля, и поэтому и свободное, в принципе, потому что наши предки занимали в то время очень маленькую территорию этой планеты. Естественно, временно перебросили все другие расы на Землю, чтобы потом, когда все закончится, расселить по благоприятным условиям. Но, к сожалению, как видите, переселение произошло, а дальше пошло не так планировалось. И все остались здесь. И все было хорошо до тех пор, пока расы не стали стыковаться между собой в своем движении. И вот я, кто читал второй том, я это более подробно рассказывал, расписывал, скоро, думаю, будут продолжения, и ввел, понятно, эволюционное число. Эволюционное число не говорит, что одна раса хуже или лучше другой. Никто не лучше, не хуже. Просто, опять-таки, как я говорю, что нельзя сравнивать, допустим, младенца такого, что родившегося, и зрелого человека. Что вот, как же, кто лучше, кто уже. Вы сначала позвольте младенцу развиться на таком уровне, как зрелый человек, а потом уже сравните. Вот разный расы эволюционные числа, говорят, что они прошли эволюционный путь различный после формирования появления разумности. И то, что наши, когда возникла ситуация, первый конфликт, вот Атлантида, ну, то, что Атланты наломали дров, после этого наши предки подумали, как же избежать будущих проблем подобного рода. И они решили, так сказать, решить проблему очень просто. С одной стороны, правильно, с другой стороны, ошибочно получилось. Они решили подтянуть другие расы быстренько, знаете, раз-раз и в дамках. То есть дать им быстро провести эволюционное развитие, чтобы подтянуть, разрыв уменьшить между расами, чтобы не было вот такой ситуации, которая возникла, когда пришедшие племена антов на северо-американский континент, и туда вот, и южный северо-американский континент, превратили красный рас, который был эволюционный ниже, в рабов. Ну, вы читали, и знаете, это не только из моих источников. Чтобы такого не было, вот преимущество, которое позволяет паразитизму развиваться, они решили подтягивать отстающих, то есть младенцев быстро эволюционировать до зрелого. И начали передавать им знания, умения и так далее. Это происходило в Египте, но вы знаете, что получилось в Египте, мужики писали, и знаете, то же самое происходило и в Китае. И что тоже происходило в Китае, тоже, наверное, уже известно. В результате это закончилось, что 7500 лет была, уже больше немножко, была серьезная война, между предками сырыми на китайцев и нашими с вами предками, в результате которых война закончилась победой наших предков. Но стоило нам наши предки очень дорого. Поэтому новые даже и тысячели начали с этого момента. То есть у китайцев до сих пор существуют легенды, об этом мало кто знает, о том, что прилетел бог Хуан-Ди с севера, на огненной колеснице, и научил их всему, что они умеют. Для информации хочу сообщить следующее, что китайцы, допустим, племена белых, белые племена, которые жили к северу от них, называли племена Ди, потому что сами племена, ну, та группа племен, называла себя Дидлины. Ну, для китайцев произвести слово Дидлины почти невозможно. Они называли племена Ди. И то, что прилетевший бог был Хуан-Ди, Хуан-Ди, именно говорит о том, что это из племена Дидлины. То есть это русов, которые жили в районе, так сказать, Далее Востока, вот южнее и на Байкале, и южнее Байкала и так далее. И что самое интересное, тоже, можно сказать, благодарность им сказать, что некоторые узкие специализации привела к тому, что они сами себя гробят. Потому что вот есть у меня книга, которая, совместная экспедиция антропологов американских и китайцев, они в Северном Китае, то, что в Северной Китайской Стены находятся, нашли мунифицированные остатки белых людей, которые, в принципе, мало чем отличаются от нас с вами, внешне, и орнаменты, если сфастические и так далее, тогда прекрасно все хранилось. Но эти, так сказать, ученые, конечно, они, может, знают немножко в антропологии, но во всем они, наверное, очень мало что знают. Почему? Потому что ничего более глупого написать, что вот, порядка 5-6 тысяч лет назад белые люди из Европы пришли к Китаю и встретились с китайцами. Ну, для сидящей зали, ну, было понятно, что в 6 тысяч лет назад в Европе вообще белых людей еще не было. Она не была заселена. Так вопрос, откуда пришли белые люди из Европы, если в Европе белых людей не было? 6 тысяч лет назад Европа была еще, только недавно освободилась от ледника последнего и многие территории были просто-напросто еще пустынны, потому что еще не было слоя плодородного, возникло не нового и так далее, и так далее, и так далее. То есть, природа восстанавливалась, и людей там не было. Люди стали появляться в Европу гораздо позже. И уходили люди, как раз, из Сибири, Западной и Восточной Сибири шли в Европу, а не наоборот. То есть, но то, что они нашли и обнароду эти факты, ну, это просто замечательно, потому что это подтверждает, что еще в очередной раз, что северные территории Китая, которые случайно по неведению были отданы китайцам, до китайской страны, были русскими территориями. И что самое интересное, на той же самой территории еще другая находка. Нашли захоронение, правда, уже не столь мунифицированное, но тем не менее, скифского воина. Вопрос. Они просто назвали скифского. Почему? Потому что вооружение, все сохранившиеся атрибуты воина полностью совпадались скифскими. А представьте себе, в полупустыне Гоби и, так сказать, и в Северной Китае, каким образом туда попались скифы, которые по определению жили только в Крыму? Забавно. И в то время, когда еще в Крыму скифов не было и поменец, как они говорят. Понимаете, вопрос забавный, о чем это говорит? О том, что давно уже существовала единая цивилизация, которая была от Тихого океана до Атлантического. Потому что, смотрите, даже оружие в то время было одинаковое. А традиции были, даже, как говорится, изделия были сделаны одинаковые, культурой, высококультурную, высокую уровень. Конечно, не такой был уровень, который был до, так сказать, катастрофы 13 тысяч лет назад, но это понятное дело. Вот представьте себе, вот мы сейчас с вами привыкли, там, телефоны, там, и то, свет горит, и тому подобное. Но представьте себе хотя бы на минуту, чтобы сидячий в зале перебросили бы на неберетаемый остров без возможности связи с кем-либо и так далее. Ну и что? И то, что мы, допустим, знаем и так далее и умеем сейчас, мы привыкли и живем в той социальной системе, которая сейчас существует. И что, много мы смогли вернуться, ну вот через несколько лет, даже с оружием все было, через несколько лет оружие, патроны закончились, правильно? Если не быстрее. Батарейки мы сели, да и не работает телефон, потому что без сети нет связи, не будет работать ничего. И что, через два поколения кто-то показал этот телефон, сказал, это волшебный прибор, с которым наши предки общались между собой на расстоянии. Вот так брали и звонили, и говорили, да? А что, смешно? Это не смешно, это правда. А что, будет по-другому это лишить нас всего, к чему привыкли? Что вода течет, нажал кран, вода течет, нажал выключатель, свет загорелся, повернул, говорит, пошел на базар, купил готовые товары, так сказать, еду, поджарил, приготовил, так далее, и сгушал. Там этого не будет. И без, придется начинать с нуля, то есть, создавать примитивное орудие труда, и так далее, и так далее, и тому подобное, пока не воссознается хоть элементарное то, что было, существовало. Вот и все. Поэтому, когда говорят, как же так, вот если высокоразвитая цивилизация была, каким образом? Да очень просто. Какая бы высокоразвитая цивилизация, она не существует внутри социума, комплекса, социальной системы, которая ее формирует. Поэтому, если вырвать часть этих людей из цивилизации, человек возвращается на уровень дикости. И поэтому, для того, чтобы мы с вами, так сказать, окажется на уровне дикарей, если убрать то, что мы привыкли, это, к сожалению, неизбежное зло. Так что, нам самое главное, чтобы мы опять не возвратились туда, чтобы было не один раз. Давайте дальше. Здесь говорится, что многие люди, в том числе, такие известные, как писатель Сергей Алексеев, утверждают, славяно-риские веды, это подделка, сочиненная индинистами. Другие считают, что нет доказательств их подлинности. Ну, вы знаете, Алексеев, его еще первые книги, во-первых, насколько я знаю, Алексееву, Сергею Алексееву дали информацию, чтобы он написал свои книги. Он просто обработал, как писатель и так далее. Но информация, которую он в своей книге называет, ему была передана. Вот. Так что, если ту информацию передана, он исказил частично, чтобы создать свое понимание, тогда передал. информация не искаженная, не может быть, потому что человек взял ее, изменил. То же самое, Алексеев изменил, ее Сергей Алексеев изменил под свое видение, выдал, как сам. Я приходил, сталкивался с людьми, которые ему информацию передали, передали. Я говорю, ну зачем вы сделали? Он же исказил очень многое, понятия извратил. Ну, все равно это лучшее, это начало, это пробуждение, чтобы что-то было. А почему нельзя сразу давать правильно? Это первое. Второе. Насчет славянно-риских и вет, то, что ингеленисты пытаются превратить это в новую религию, это вредно. Потому что у наших предков никогда не было религии, у них было миропонимание, то есть они прекрасно знают, что никаких богов нет. И даже почему, даже если мы дети, мы внуки, дети, дач Бога. О чем говорят? И наши предки понимали под богами, это людей, вышедших на уровень творения, которые могли в результате своего развития до сих пор, и когда они могли творить, и творить очень много. Все, просто понятие, понимаете, в чем дело? Вот то, что используются, просто берут, ну, извините, просто, ну, не сказал бы тупо, ну, просто неосмысленно повторяют. Там вот, Бог такой-то, Бог такой-то, Бог такой-то, но они же не боги в том понимании, как понимаются боги сейчас. Совершенно другое. Так почему переносить понятие того времена, это не изменяя его суть? Это первое. Поэтому то, что эллинистами сейчас делается, я считаю, много вреда из-за чего? Потому что они пытаются провести новую религию, которую никогда не было. У наших предков было мировое понимание. Они понимали, как устроены вселенные, они понимали, как живая жизнь развивается, так далее, так далее, так далее. И если были обращения, допустим, какие-то, которые они приводят в текстах, эти обращения были связаны с тем, что в то время, когда после катастрофы все были отброшены на уровень каменного века, естественно, что многие не могли сами защитить себя от влияния темных сил или паразитических сил. И поэтому, обращаясь к тому или иному творцу, то есть к тому, к человеку, людям, которые досили уровень какого-то, они тем самым получали от них защиту против действующих паразитов, темных. То есть они получали, резонируя, настраиваясь на них, они попадали под их защиту. Только и всего. Современные английцы даже не понимают. Это первое. Второе, то, что насчет нет доказательств. Ну, почему нет доказательств? Во-первых, есть книги и так далее, просто, к сожалению, эти книги не стали еще достать в глаз, но кое-что уже просочилось. То же самое, как в свое время, когда я наткнулся информацию о Велесовой книге, будущее в Сан-Франциско, я потом выяснил, что в Сан-Франциско есть музей, русский музей, его еще переселенцы первой волны создали, и там архив Миролюбова есть. Ну, я пошел туда, они вот, мы его передали, но неважно, я попал по цепочке в Европе Стэнфордского университета и заказал эти самые ролики с архивом Миролюбова. И когда я заказывал, там был молодой парень, и мне спрашивают, ну, если по-английски, а чего вы интересуетесь, так сказать, архивом Миролюбова, вот эта самая Велесова книга, так она же фальшивка. Я говорю, извините, а фотографии с 42-го года, это что, фальшивка? Ну, да, фальшивка. В 42-м году не было ни компьютеров, ничего. Создать фотографии такого уровня, фальшивку, в принципе, невозможно. Значит, кто-то кинул мысль, что фальшивка, и все приняли легко. А то, что вся современная, так сказать, история, будем называть так пока еще, жениться на книг, которые напечатаны в 15-16 веке, и, в принципе, нет оригинальных документов, подтверждающих, откуда копии, то есть. Если это копия книги, оригинал, так где же оригинал? Ни одного оригинала нет, все копии есть. И все они 15-16 века. И дурят до такой степени, без пардона, что удивляюсь. И все клюют, и кушают, и так далее. Почему? Потому что никому не выгодно признать тот факт, что, в принципе, цивилизация пошла, вся цивилизация, которая по миру располагалась, крупица, расположилась из территории современной России. То есть, наши предки, не говорю, что мы с вами, а наши предки именно были источниками тех высокоразвитых цивилизаций, и многие они создавали эти цивилизации сами, которые сейчас считаются принадлежащими каким-то другим культурам. Вот, не любят то, что в России, то есть, русский народ, ну, то, что мы русский народ, конечно, сейчас не совсем то, что было когда-то, но, тем не менее, русский народ сейчас наиболее, одно из наиболее чистых сохранится этических групп, как ни странно, да? Потому что исследовать генетику показало, что в массе в русском народе только полпроцента примеси присутствуют другие генетики. Полпроцента. Вот, тем не менее, все боятся признать, всем невыгодно, что вот в России является источником матери всех цивилизаций. И русский язык был, как говорится, проязыком всех остальных языков существующих сейчас европейских, белой расы, к примеру. Очень не хочется. Всем хочется, а всех устраивает, что мы с вами, наши предки, с вами в 9 веке еще на деревьях сидели, или из нор берлог вылазили. Вот, и всех устраивает. Странно получается, да? Ладно, не буду, а то я сяду на своего любимого конька. Следующий вопрос. Говорят, что трагедия Гаити произошла потому, что государственная религия Гаити есть в Вуду. Господь Бог покрал подсвет сатанического культа. Ну, вы знаете, если так подходить, я помню, вы знаете, когда было, читал, одно время, когда, вот, когда было землетрясение, когда плиты столкнулись в Тихом океане, и вот, юго-восточная Азия была, цунами мощный, там погибло очень много людей, я читал, знаете, какую вещь, что газета, русскоговорящая газета в Израиле, напечатана такую статью, что, вот, из-за того, что евреи передали оккупированный сектор газа хозяевам, Господь Бог наказал нас за это и ударил, так сказать, цунами по юго-восточной Азии. Серьезно, вы смеетесь? Ну, промахнул Господь Бог малость. Но Он наказал евреев за то, что они дали свою землю. Я на полном серьезе, говорю, это читал, ну, правда, еще одну статью читал, там тоже выпадал в осадах, там пишут, что, в последнее время среди еврейской молодежи очень много возросло уголовной активности, то есть убийства, насилования и так далее. И это происходит потому, что, помните, в анекдоте не в этой Трмедии, что при этом чувствую? О, при этом чувствую, что, смотрю в окно полчаса, а потом, при этом выхожу в другое окно, до конца мне окно побольше, что при этом чувствую? О, при этом чувствую уверенность завтрашнего. Помните Трмедию, да? Когда там ночное, когда Хазанов давно еще наступал, помните, да? Когда там вот, вы стоите около окна, напротив вас в окне стоит голышом голая женщина. Что вы делаете? Помните, да? Ну вот, в этой статье примерно такое же море, только еще лучшее, по хрящу Хазанову. Там написано следующее, вот еврейская молодежь стала агрессивной и такая вот уголовная направленность появилась. Почему? А потому, что они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Потому, что взяли и отдали территорию сектора Газа, опять отдали оккупированную территорию. Вот, потому, что землю Израиль отдает оккупированную, вот, еврейская молодежь начинает убивать, потому, что у нее потеря вера в будущее, в завтрашнем дне. Ну, подумайте, какое отношение? Во-первых, центр Вуду, Африка, на чем штаба? И, если бы это Бог наказывал, то он наказывал бы Африку, правильно? А не Гаити. Это, во-первых, никакого отношения, естественно, землетрясения ни к Вуду, ни к Богу, ни к наказанию не имеет. Так что, это, Богу сказать точно. Ладно, пойдемте дальше, потому, что вопросов много, времени так много осталось. Вопрос забавный. Значит ли, что все сидящие в зале умеют мыслить? Ну, я надеюсь. Ну, здесь спрашивают еще расчет типа алкоголя, наркотики, тогда влияет, так сказать, есть, ну, влияние курение является результатом влияния сущности нижнего астрала. Не совсем так. То есть, когда человек употребляет алкоголь, наркотики, курить и так далее, он разрушает себя, и когда его разрушение достигает определенного уровня, защиты, естественно, и систем, то все астральные существа, они же приходят покушать, они кушать тоже хотят. Вот таким образом человек постарает им пищу, потому что разрушенная структура, разрушенная защита позволяет астральным существам, которые паразитируют, поедать потенциал человека, разрушать его систему, вызывать болезни и так далее, и так далее. Так что не влияние, а когда, конечно, когда человек уже попадет в эту систему, то те паразиты, которые его начинают кушать, они не хотят, чтобы их кусок мяса убежал из их пасти, правильно? И они начинают влиять всем возможным способом, отдавая часть потенциала, которую они берут от того же самого человека, на человека, чтобы заставить, чтобы он постоянно был в этом состоянии, чтобы постоянно была пища у них на столе, скажем так. Вот и все. Так что это и так, и не так, немножко не так. Но суть, вот основное, что я сказал. Следующий вопрос. Вопрос. Если жизнь на уровне электронов, не являются ли мы сами подобной жизни на уровне электронов другого существования материи? Ну, вы знаете, на уровне электронов, по крайней мере, то понятие жизни, которое у меня имеет представление, хотя у меня это не очень узкое, довольно широкое, по крайней мере, на уровне электронов я не думаю, по крайней мере, фактов и так далее. Нет, просто то, что, так сказать, понятие объемы, объемы масштаба у нас одно, а в других пространствах совершенно другое, это другое. Но не значит, что электрон, который даже не является ни тем, ни другим, ну, кто читал мои книги, знает, что я думаю по этому поводу, они, так сказать, жизнь не может возникнуть, потому что жизнь, вот то, что, по крайней мере, я знаю, я не говорю, что я все знаю, но то, что я знаю, по крайней мере, должно быть несколько уровней, которые работают в взаимодействии в одном целом, то есть, как единое целое. Вот, кто интересует, это суть и разум более подробно изложены. Почитайте, и я думаю, что я знаю, это тоже там, в конце, зарождение жизни, там тоже показано это. По крайней мере, то, что я знаю, то, что я встречал, такого плана жизни на уровне электронов не приходилось. Хотя существует жизнь гораздо больше масштаба, чем вот мы привыкли понимать, то есть, существуют разумные вселенные, ну, наша вселенная не является разумной, но, планеты и звезд являются так же, как в нашем теле, атомы в клетках. Но это несколько другое, и пока я не хочу пудрить мозги эти, потому что сложно будет все сложить. Следующий вопрос. Что? Вырусово посетается. Да, нет. Вопрос. Ну, тут примет вопрос. И в том, более интересно, в марте объявили, что поменяются энергии Тии от Астана. В общем, поменяются энергии, люди, также разъясненцы, не будут понимать друг друга. Возможность такое. Ну, в марте уже скоро, да? Осталось недолго подождать. Думаю, конечно, все это глупость. В марте мы так же трудно будем понимать, потому что энергии меняются постоянно, и так далее, и от этого не изменяется понимание, не понимание. Потому что, просто, к сожалению, здесь вопрос такой, весьма интересный, потому что очень много людей, которые получают какую-то информацию, но они не понимают, что получают информацию не целиком. Они ее получают частично, или больше, или меньше, но частью. Они не пытаются даже осмыслить, чаще всего получают на уровне да-нет, и чаще всего получают на уровне собственных представлений. Если вы получаете информацию, если кто-то, допустим, выходит на контакт, и получает, что вот, я прилетел, допустим, отвечают, прилетели с созвездия такого-то, ну, допустим, Косяпея, к примеру, да, то могу сказать сто процентов, что тот, кто говорит так, он ниоткуда не прилетал. Хотя контакт нереальный. Скорее всего, это существо сидит на каком-то земном этаже и просто пудрит в мозге. Почему? Потому что Косяпея мы называем жителей Земли. Для того, чтобы назвать, так, необходимо, чтобы человек знал земное понятие и представление, существо знало земное представление очень хорошо и сказал, Тарас сказал, я прилетел или прилетела с той звезды, которую вы называете Косяпеей, которую вы называете Косяпеей, понимаете? А не с Косяпеей. То есть, вот такие нюансы многие не замечают. А большинство прилетает первый раз, если они не знают, как мы называем какую-то там звезду или так далее, они будут называть свои собственные названия, которые ничего близкого к нашим понятиям не имеют, ничего, никакого отношения не имеют и понятия не имеют. К примеру, как бы сказать, вот смотрите, вот говорят, что, как раз вернусь славянарийским ведом, то, что вот говорят, вот фальшивка, вот я взял и расшифровал сказ о Ясном Соколе, так? Расшифровал и показал, что те планеты на тех расстояниях у указа в сказе реально существуют планеты, земные копии, то есть, последние 25 лет открытия показали, что в пределах 100 световых лет от Земли есть 50 солнечных систем копий Солнца, 50, и почти все из них попадают именно в те планеты, которые современные ученые считают, что у них возможна жизнь, которая является копией Земли и по размеру, и по воде есть, и даже, как говорится, период обращения почти такой же, то есть, год или чуть больше, чуть менее 1,1 год, 0,9 год, так сказать, период обращения, то есть, почти близнецы Земли, это предел 100 световых лет, и, кто читал, точно все планеты, которые указываются, попадают на те планеты, которые попадают именно в те системы, которые современные ученые считают существующими, возможно, существует жизнь, что случайно, да? О, хорошую фальшивку сделали они, да? И самое главное, как вы видели, сами они такую расшифровку не давали, то есть, они же не имеют представления, я разошел расшифровку, то есть, как же так, они сфабриковали фальшивку, которая полностью соответствует положениям звезд, которая точно является по спектральному анализу, по размерам, по содержанию воды, копии нашей земли. Забавно? Забавно. Так вот, даже то, что расшифровка сказок, которая приводится в славянно-арийских ведах, полностью подтверждает то, что они являются реальными документами, отражающими реальность, а не фальшивками. И таких много вещей, которые являются, просто другие аспекты, которые я тоже расшифровывал, и так далее, тоже полностью подтверждаются документально, фактами, современными, астрофизиками, которые слухом не слухали, не слухали о том, что там написано. И тем не менее, полностью подтвержден. Понимаете, все это враги народа, я не говорю, что я совсем полностью согласен, что инглисты делают с этим, это вопрос второй. Но источник, опять-таки, он реальный. Просто любую вещь можно взять и превратить в абсурд при желании. Так вот, единственное, что они не должны превращать в абсурд, потому что, опять-таки, наши предки никогда религии не имели. И вера, это переводится, они же сами переводят, вера, просветление знанием, две руны. Ведать, вера, Ра, Ра это свет несущий, то есть, просветление знанием. Так, извините, откуда появилась религия тогда? Следующий вопрос. Ну, вопрос. Имеет ли количество клеток размер человеческого тела и качество здоровья для размеров и плотности тонких тел, называемых, и какие особенности конституции могут способствовать развитию тонких тел? В частности, ваш размер имеет значение для развития ваших способностей. Правда, не уточняется, какой мой размер. Забавный вопрос. Так вот, что я хочу ответить. Количество клеток особо не имеет значения, не имеет значения, что с этими клетками кто делает. Понимаете, размер, мой размер, мой размер, могу сказать, что, если я имею в виду объем в Италии, то он изменился только где-то после 36 лет. До 36 лет у меня никакой талии такого объема не было вообще. А многие вещи я сделал, когда мне было еще 20 лет, 22, 23, 24 и так далее. Поэтому многие вещи я с фундаментом закладывал тогда. Так что это совершенно не связано. А также, потому что на моих размерах тоже забавно как раз прошло. Там пишут, вот вы, так сказать, ну, вот вы, типа, себя там, русом. Ну, русы, они же должны быть голубоглазые, блондины, высокие. Ну, насчет голубоглазости блондинов я, конечно, тут не прохожу. Ну, во-первых, кто сказал, что русы должны быть блондины и голубоглазые? Многие племена славян, да, но русы, они всегда были, а слово русы тоже, то есть, волосы были русы, глаза светло-калили, золотистые, или расичек называли славянерских верных. Так вот, я привожу, так сказать, потомка расичей, так сказать, которые имели светло-русые волосы и светло-коричневые золотистые глаза. Это первое. Ну, насчет роста, ну, если два метра моего роста является маленьким ростом, ну, тогда я не знаю, наверное, тогда, да, не подхожу, не катью. Хотя, те богатыри, вы не представляете, кто-то из вас видел кольчуги древних людей, ну, хотя бы средних веков. Видели, да? Вы знаете, я видел, к примеру, когда я был на Мальте, там же рыцарь, доспехи рыцарь, да? Самый крупный рыцарь считался гигантом, у них, это современный мальчик, ну, 14-15 лет. Да, были до этого там и гиганты, но они давно уже были перебиты, а в средние века, тогда, то по сравнению с, так я не понимаю, это же, два метра моего роста оказывается очень маленький, ну, что ж поделаешь, такого больше не вышел. Размеры не имеют значения, имеют размеры, что вы с этим размером делаете. То есть, какое тело, сколько клеток и так далее, качество зависит не от количества клеток, не от того, какие они, а то, какое сознание, что вы сможете с ними при своем развитии сделать. И плотность тела, опять-таки, тонких тел, называются тонкие тела, это по оккультизму, но, в принципе, они не такие, не тонкие, они имеют плотность, просто человек его не чувствует до тех пор, пока он не находится в резонансе с тем уровнем, потому что, вот, мы живем в физическом мире, поэтому физический мир для нас полностью адекватный, мы его чувствуем, полностью воспринимаем. А что было понятно, еще давным-давно, это был когда, в 88-м году, я провел такой эксперимент, забавный для себя, мне было выяснить, интересно, когда вот человека сдвигаешь на другой качественный уровень восприятия, я поставил перед людьми, которые смещены были, вот 10 своих дублей, один я живой, реальный, и 9 дублей, и разных качеств, и попросил человека пройти, и определить, где же я настоящий, а человек был, в определенном резонансе, в определенном уровне только, человек подошел, попробовал мою руку, отбросил, дошел до того уровня, там, не пойду, там, пятый дубль, о, а ты здесь настоящий, человек видел, чувствовал, все полностью, так же, как вы чувствуете, и был полностью уверен, что настоящий, я там, хотя настоящий, я был своим другом, человек попробовал, а, это не ты, и так дальше, почему, потому что, в тот момент, чувство человека, его восприятие было, в резонансе, сдвинуто, на другой, кассивный уровень, именно тот, кассивный уровень, для него был, единственным, реальным, плотным, все, значит ли это, что это тонкое тело, конечно, нет, просто, для того, чтобы почувствовать, потому что, если мы находимся в этом уровне, конечно, мы пронизаем, успоко, потому что, качество совершенно разное, но никакого тонкого тела, в том плане, это материальные тела, только качество другого состава, вот и все, так что, а плотность зависит от того, что, опять-таки, как вы развиваетесь, и следующие тела, они могут развиваться, без развития полноценного, полного развития предыдущего, то есть, как бы, своеобразные этажи строите, первый построить, второй, третий, четвертый, вы не можете построить, десятый, без того, чтобы построить второй, Невозможно, это постепенно, и все эти тонкие тела, они вместе составляют то, что мы называем душу или сущность. Это, как некоторые говорят, вот, мое эфирное тело пошло налево погулять, астральное тело направо, а ментальное пошло впрямо, да? Ну, могу сказать, это полная глупость, потому что когда человек выходит из тела, сущность выходит, выходит из него все тела вместе, как единое целое, и разделить, так сказать, на астральное эфирное, это значит убить человека. Потому что если кто-то пошел направо, налево и прямо, как, астральное эфирное, так называемое, то в этом случае человек бы просто погиб, потому что его сущность бы разрушилась. Так, следующий вопрос. Есть, опять-таки, в записке много вопросов, но что такое электричество, более подробно можно почитать, не даже на Вселенной, у меня в книжке. Так. Вопрос. Если в Индии веды азбука, можно ли считать славяно-арийские веды учебниками? Учебником. К сожалению, славяно-арийские веды, необходимо их растолковывать, чтобы понимали, что за этим стоит. Это сообщение. Это не учебник, по которому можно учиться, чему-то и так далее. Нужно для того, чтобы славяно-арийские веды стали учебником, нужно, чтобы человек прекрасно понимал, что там содержится. Потому что, если прочитать, там просто, там нет знаний, как таковы, там просто есть описание. Описание Вселенных. Да, там говорят, что Вселенные существуют разные, что разные качества, и так далее. Но вот они описываются как и почему. И поэтому без понимания каждого слова, каждой строчки, это книги не могут быть учебниками. И в основном то, что в техниках, которые были напечатаны, по крайней мере, там содержится в основном предсказание, что будет, какие произойдут события, и так далее, и так далее. Это просто сообщение о будущих событиях, которые произошли, и что за ними последует. Но можно ли их научиться чему-то? Почему-то можно, но в том плане учебниками тоже. Существует гораздо больше книг, которые пока еще не стали достоянием классности. Надеюсь, в ближайшее время все-таки выйдут и станут достоянием классности. Тогда можно сказать. Но опять-таки учебниками, они становятся тогда, когда кто-то понимает содержание их, этих книг, и сможет донести другим на том языке, который понимают сейчас люди. А без этого ничто не станет учебником. Потому что некоторые вот тоже забавно пишут. Вот вы повторяетесь в своей книге несколько раз. Но никто не обратил внимания, что да, допустим, если беру один и тот участок славян-арийских веток, кусочек, я даже специально выделяю красными, синими, большими буквами, цветами разными. Что каждый раз я выделяю разные участки. Об этом почему-то не обращают внимания. Обратили, что один и тот же участок, один и тот же кусочек. Дело в том, что я, когда объясняю один аспект, я специально выделяю то, что касается материала, который излагается, и выделяю. Вот я об этом говорю. А потом, в другом части, я говорю о другом, другой информации, которая заложена. Да, это заложено в одном кусочке, но не значит, что это повторение. Информация, которая идет, совершенно разная. Это разные грани одного и того же. То есть одна грани, вторая, третья, десятая. Пока не вскроются все грани, никогда не будет нормального цельного понимания. Поэтому тот, кто считает, что это одно и то же повторение, это не повторение. Просто идет разными углами и разная информация совершенно происходит. Просто внимательно читать нужно. Поэтому, к сожалению, то, что нет действительно такого, чтобы кто-то взял бы и занимался бы, действительно превратил бы в учебник. Ну, кое-что-то я пытаюсь сделать, но потихонечку, полигонечку, хотя скажем так, кого-то право имею, ну, скажем так, право-то имею, но в любом случае. Все равно пока вот такого, чтобы взять учебник, нет. Сначала нужна общая подготовка. Мы сейчас давно уже отошли от тех представлений, которые были у наших предков. И нам нужна та же самая азбука, которая когда-то нужна была индусам древним, к сожалению. Хотя наши предки принесли тем же самым индусам те же самые знания. Потому что все почти выбили из людей. Правда, на уровне генетики осталось очень многое. Вот многие люди пишут неоднократно, что они читают, и внутренний резонанс идет. Да, это получается резонирование генетики. Потому что то, что когда-то наши предки знали, они через генетики передали нам, и это все спитно у нас. И вот когда знание резонирует, понимание происходит, человек резонирует с тем информацией, которая является истиной, и резонирует с его внутренним пониманием. Так что, надеюсь, когда они появятся, учебники, которые действительно можно будет обучать. Есть большой вопрос. Тут многим, наверное, это будет интересно. А вот то, что, опять-таки, к сожалению, понимаете, многие вопросы, многие жалуются. Вот почему, типа, идет повторение одних вопросов. Во-первых, я отвечаю на вопросы, которые поступают от читателей. Это первое. И это встреча с читателями, а не курс лекции. Почему, допустим, некоторые даже спрашивают объяснение и так далее, более подробно, почему нельзя, потому что некоторые вопросы, для того, чтобы дать правильное объяснение, нужно по крайней мере несколько десятков часов подготавливать человека, чтобы он это правильно понял. Не потому, что он глупый, тупой и так далее, а потому, что нет данных, нет необходимого понимания, нет необходимой информации. Чтобы просто так вякнуть, это проще всего. А пользы этого не будет. А необходимо действительно подвести. Поэтому основная информация я излагаю в своей книге, где действительно при внимательном чтении человек очень многое найдет для себя. А просто некоторые вещи объяснить, по вопросу дать ответ, невозможность для того, для того, чтобы его объяснить вопрос, нужно действительно много часов потратить, подвести человека к тому, чтобы он это правильно было понимание. Потому что моя задача заключается не в том, чтобы люди были просто слепо что-то воспринимали, а понимание должно быть. А понимание, насколько мне делается, не за час, не за момент, вот минуту раз и сделаем. Хотел сейчас просветить, я могу сказать по опыту, то, что даже вот когда я проводил занятия с людьми, вот так получилось, что в Америке у меня дольше опыт студентов проводить было, почти 14 лет я с ними занимался, ну не каждый день, конечно, а периодически, там, по крайней мере, после семинаров проводил, где-то 10-19 минут в год проводился. И могу сказать следующее, что каждый человек по отдельности, конечно, воспринимает информацию со своей собственной скоростью. И как бы я ни хотел ускорить эту скорость, она не ускоряется. То есть, понимаете, есть для каждого человека именно свой внутренний механизм движения. У кого-то он быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то в чем-то в одном месте быстрее, в другом медленнее. Но, взять силком и потянуть куда-то бесполезно, потому что можно притянуть куда угодно. То есть можно построить структуру человеку и так далее, но если он не будет понимать, как им пользуется, то пользовать их структуру и качества человека не будет. Важно именно, чтобы человек проникся пониманием, чтобы он понимал, чувствовал внутри себя, зачем, почему, для чего и как это происходит. Тогда это будет польза. Поэтому, когда там вопрос по поводу тела, спрашивают, на работу тела, по поводу воскрешения и так далее, это вопрос довольно-таки объемный, чтобы было правильное понимание. И, так сказать, вопрос насчет ментальной школы, она только для детей или взрослые тоже могут попасть, туда поступить? Ментальную школу попасть, в основном для детей, но сейчас там уже многие, уже перестали быть, потому что она существует долго, многие стали уже взрослыми, по 20-25 лет в этой школе уже есть. И, конечно, дети поступают. Поступают все, кто могут в нее попасть. То есть, если человек проходит в нее, он у него проходит, а это возраст, в сущности, не зависит от возраста тела. Так что, может попасть в любой человек, то действительно не попадет. Только главное, чтобы попасть туда, куда нужно. Давайте следующий вопрос. Но здесь, по поводу личного вопроса, по поводу лечения, это... Есть блокировку с мозга, просит, чтобы... Но определенные блокировки, как обычно, по желанию я снимаю. Опять ментальная школа, в конце, кто будет желание. Но опять-таки, снятие блокировки, и, допустим, я сниму блокировку. Что это означает, допустим, которая есть у вас, которая... Значит, что все сразу пойдет хорошо. Нет. Это означает, что у вас мозг освободился от тех блокировок. Но если вы будете находиться сами в шорох, вот, навязанного вам мировоззрения, которого было, типа, да-нет и тому подобное, и ничего делать не будет, то это ничего не изменится. Для того, чтобы развитие шло, человек должен работать над собой и основательно. То есть, осмыслив много времени многие вещи, переосмыслив свое понимание окружающего, свое место понимания, свои действия, реакции на действия и так далее, и так далее. И, естественно, только через, когда происходит осмысление, потом через осмысление идет действие, когда человек начинает действовать, вот через действие идет изменение человека и его развитие эволюционное. То есть, понимаете, даже вот вы прочитаете тысячу книжек, и даже если вы поймете и усвоите все прекрасное, это хорошо, но на ваше развитие, даже, так сказать, других тел сущностей особо-то не скажем. Да, это разовьет ваш мозг, кругозор и так далее, но это не то развитие, которое называется эволюционным развитием. Эволюционное развитие, когда вы добавляете к тому, что у вас существует что-то другое, то есть у вас в сущности более сложно, появляются новые тела в сущности. А это возможно только при активных действиях, когда вот понимание у вас есть, и вы начинаете применять это понимание на практике. И вот мы имеем действие, которое вы производите. Если вы делаете правильно, вы движетесь, условно называя эволюционное мясо, у вас происходит нарастание эволюционного мяса. И если вы действуете неправильно, вы его теряете. То есть для того, чтобы развиваться, нужно именно действовать, и от действий только зависит. И поэтому сидеть в море и ждать погоды, когда кто-то попадет, кирпич по голове упадет и разовьется что-то, никогда не будет. Нет, запомните, только через труд, через самосовершенствование. И, опять же, самосовершенствование не то, что сидишь, и самосовершенствовать какzte йоги себя считают. Они занимаются вот самосовершенствованием, и вот их ничего не волнует, кроме того, что они сами. И чего они достигли, да, особо ничего. И никогда не достигли. Потому что развитие может происходить, когда человек действует, и действует не внутри, а вне себя. То есть только отдавая, можно двигаться вперед, развиваться, а не забирая. Забирая, вы превратитесь просто в паразиты. Потому что вот только через действия, творящие, когда вы творите что-то, допуская на любом уровне, любое творение, даже когда вы что-то создаете своими, вкладываете в свою душу и возможности максимальные, вы создаете, творите. Вот это же развивает, потому что вы достигаете, проходите критические возможности свои, идете дальше за них. Вот постоянно толкали себя за пределы, за то, что вы возможно сегодня можете, дальше и так далее. Вот тогда происходит движение вперед. Поэтому знания необходимы как инструмент, но они не заменяют развитие. Поэтому, но без них развитие тоже невозможно, потому что если вы будете неправильно понимать, то очень легко можете себя полностью угробить. Следующий вопрос. Давно не брал отсюда. Ну, здесь вопрос того, как меняется качество воды в зависимости от высоты. Почему высокогорной водой нельзя утреть жажду и теряет соли, когда ее пьешь. Ну, дело в том, что высокогорная вода, частью всего это ледники тают, и это чистая вода, это, ну, типа вот, которая лед растаял, и солей там почти нет. Почему теряешь соли? Потому что в нашем организме, как вы знаете, солевой баланс существует. Естественно, если вода не содержит достаточно соли, то закон астматического давления, кто-то знает такое понятие, да? То есть из клеток начинает уходить соли в воду, в которой мало солей. И в результате этого клетки теряют соли, и мы обессаливаем организм, таким образом. Это плохо, конечно, ничего страшного, просто потому что горные реки, горная вода высокогорная содержит просто минимальное количество солей. Ничего другого причин нет, это не то, что она плохая. Пока она потечет, протечет через грунт и так далее, вот если она станет грунтовой водой или породу протечет сквозь породу, она берет в себя соль и превратится в ту воду, которую мы пьем, и нормально. Вот и все. Не особо, и качество меняется именно из-за того, что теленая соль попадает или теряется из воды, которую мы пьем. Вот и все. Поэтому в некоторых местах родники очень вкусные, вода вкусная, в других водах вода не очень вкусная. Вообще неприятно. Все определяется в солевой состав, и как этот солевой состав резонирует с нашим внутренним составом. Потому что для нас приятно то, что оптимально для нашего организма. Организм всегда отторгает то, что ему не подходит. Вот и все. Поэтому никаких особых таких качеств нет, кроме как солевого состава. Ну, плюс, конечно, структурировали воды. Вот как вот недавно были крещенские морозы и, так сказать, крещения в церкви, да? Все ходили, собирали воду. Ну, извините, структура воды меняется. Она менялась так и до того, как христианство появилось. Именно в этот день. Если бы это зависело от церквей, то это было в любой день дня и года. А почему только в один день? А потому что в тот момент возникает определенная суперпозиция в влиянии внешних космических объектов, тел, ну, звезд, планеты и так далее, которые структурируют воду определенным образом. Все. Это день прошел, объекты разбежались, изменилось чуть-чуть. Все же структура другая уже никакого целебного качества не оказывает. То есть церковь использует своих крысых целей, потому что никакого отношения этих качеств к церкви не имеет. Потому что если бы церковь имела бы, то это происходит только внутри церквей. А вода так и становится даже в прорубе, в реке и так далее, и так далее. Правильно же? Правильно. Водопроводная вода набираете, тоже меняется. Но, опять-таки, изменить состав воды можно, если знать, как. И для этого не нужно ждать крещенских вещей и так далее. Я помню, когда в 2007 году, как раз в 20-м или 22-м, была встреча у меня. И там вот стояла бутылка воды, и кто-то пришел, там вот зарядит. Вот я покрасил, зарядил. Потом человек прислал мне раскладку, что вот он замерил там крещенскую воду. То есть такого там, у нас церкви такое, это вода мастеряя и так далее. Параметры, они до сих пор сохранились. И вот вашу, так сказать, воду, которую вы обработали. И это параметры, так сказать, резко отличаются. По параметру очков моя вода набрала больше. Ну и что из этого? Потому что я заряжал, обрабатывал воду данному человеку под конкретную проблему. По другому человеку подошел, по другую проблему, она была совершенно другой химический состав и так далее. То есть, когда я обрабатываю воду, я не просто так запускаю что-то. 10 человек подойдет, я обработаю, и для 10 человек она будет иметь разный химический состав. И разные свойства. Почему? Потому что, когда делается, это делается под контролем человека, под его проблему. И все. Просто, понимаете, дурят людей, с моей точки зрения. Вот используя невежуство, не понимая, что качество состава воды на крещение, это связано с космическими явлениями, которые существовали от того, как церковь христианская появилась вообще. Существовала до того и будет существовать после. Так что, когда пользуются и обманывают людей, ну, тут, извините, тут что можно поделать? Следующий вопрос. Ну, здесь в основном вопрос по поводу России в Кривых Скалах. Какие культурные следы остаются? Тартарии, сказы, раскопки городов, рукописи, деньги и так далее. Спрашивают, ну, и другие, начали с этого. Во-первых, многое, то, что было о Тартарии, во-первых, при красе что-то произошло другим цивилизациям, понимаете? То есть, очень многие вещи, которые действительно происходили и происходят из прошлого Великой Тартарии, просто назвали другими словами, как те же самые раскопки делают, называют по месту, называют культуру такая-то. Забываю, что это культура... К примеру, вот смотрите, алтайскую принцессу, слышали, да? Ну, извините, алтайская принцесса никакого отношения к тюркам не имеет, по той простой причине, что скелет ее совершенно не привлечет к тюркам, женщинам. Плюс, все атрибуты, это типично скифские атрибуты, когда приняты бою скифов. То есть, фигурки животных, оружие, снасть коней, которая золотая сохранилась и так далее. Все принадлежит скифской культуре. Но кому-то выгодно, чтобы это, типа, тюркская культура и так далее. Понимаете, как раскручивают? Перекручивают все, что угодно. Как говорится, белое говорят черное, черное говорят белое. Если она принадлежала к европейному типу, то она не может быть молглодного типа, так сказать. Так почему ее называют молглодным? И смотрите, я видел по телевидению несколько программ, где показывают, что типа восстанавливают ее, где вот показывают, скачет на коне, типа, женщина молглодного типа. Да ничего подобного, она была европейной, она, в конце, русская была, она, может, не славянка, но была, по крайней мере, европейкой. И скелет об этом и говорит. Ну, почему вот искажать все это так нужно? Понимаете, почему? Не дай бог. Вот так и возникают разные, типа, вот принадлежит тому-то, это тому-то, и тому-то. На самом деле, опять-таки, это многие факты, которые и артефакты, которые существуют, и выдаются за другие цивилизации, на самом деле, принадлежали Славяно-Раисской империи, или Тартарии, великое название. Вот и все. Плюс, что еще делают? Очень много уничтожалось, особенно, когда Романова захватили в 1775 году, точнее, Екатерина II уже, захватила Великую Тартарию, разгромив армию, то что делают? Все подчищали, уничтожали огромное количество документов. Вот у меня есть копия, ксерокопия, то есть, в принципе, почти как оригинал, то есть, когда ксерокопия, то есть, берешь оригинал и копируешь 100%. Ремизовской летописи. Вы знаете, сколько в 17-18 веке, если перевести на современный язык, городов больших было, существовало по Сибири и Дальнему Востоку. Огромное число, и они были построены, великолепны, и схемы там приводятся, все. А потом многие были разрушены. А плюс, насчет того, что вот есть уже много фактов, допустим, что история Золотой Орды, так называемая, это полностью сфабриковано, то есть, никаких оснований существования Золотой Орды никогда не было и нет. До сих пор в школе преподают, да? А историки говорят, что это фикция. Почему? Потому что выгодно, что монголо-татарская игра была, что вот монголо-татары покорили русов и так далее, и тому подобное, и покорили все, и тогда это было. Для никого не было монголо-татарской игры, никогда не было. Вот придумали, и это держит искусственно, хотя сами официальные истории, которые имеют дипломы, звания, именно в истории, признают, что все это липа. Даже Мамайо-Побоище, там порядка, 20 копий существует, но нет ни одного оригинала, то есть, это все копия с копией, копия с копией, ни одного оригинала, с которого это было описано, не было. То есть, сфабриковано. Да, зачем он говорит далеко? А вот чем бесит тех же самых людей, та же самая Велесовая книга, то там пишется, леточисление не Ульянское, понимаете? Там пишется год такой-то, такой-то, не 10-й век, не 9-й век, заканчивается последняя запись, там вот современными привести 10-й веком. Ну, там не написано 10-й век. А теперь вопрос. Нам говорят, вот летопись 9-го века, летопись 10-го века, 11-го, 12-го, 13-го. Вопрос. Каким образом существуют летописи 9-го, 10-го и так далее веков, если Петр I только в 1700 году, когда был 7208 год оставляли мира в Звездном Хране, вел Ульянское лагерное на территории, ну, так сказать, Европейской России? Каким образом появились летописи 10-го века? Должны быть летопись 6500-й год, 6700-й, 800-й и так далее, до 7208-го года, когда было введено, только после этого могли появиться летописи, допустим, 1701-го года, 1702-го и так далее. Понимаете? Что самое интересное, то же самое в Реминской летописи, там пишут год, допустим, 7000-й там какой-то, и в скобках, после того, как было введено, Юлианский календарь. То есть должно быть время перехода, люди не сразу могли переключиться от одного календаря на другой. Ну, понимаете, и лапшу вешают нам. Летопись 10-го, да покажите ее. Оригинал нет, только есть мнение какого-то корейфея от науки об этой летописи. Ну, я, конечно, уважаю корейфея, но если летопись, я хотел бы посмотреть на летопись. А летопись никто не показывает. Это большой секрет, большая тайна. Вопрос, почему? Понимаете, вот сколько раз показывал первое издание британской эксклопедии, где написано, что, 72-го года издание, что самая большая страна мира в то время Великая Тартария, а то, что Романовская территория называется Московская Тартария и маленькая территория до Урала, доходя до середины этой течени Волги. Все. Это реальные книги, которые были знаны. Почему? Они что, не знали тогда, когда печатали какие страны существуют, да? И называлась Великая Тартария еще название Российская империя. А где же тогда? Оказывается, Российской империи не было в Московской Тартарии. Московская Тартария откололась от Российской империи. Это еще давным-давно. Понимаете, вот такие вещи, реальные вещи, молчат, как будто ничего. Да, это, подумаешь, да? Подумаешь и я. А это же реальные документы, которые были того времени, и люди знали это хорошо, что происходило в их время. Мы знаем, что происходит в наше время. Вот мы знаем, что происходит, прошло землетрясение в Гаите, да? Вот погибло больше 100, 100 тысяч человек погибло. Потому что мы события видим по телевидению, и так далее. Кто-то может поехать, и так далее, увидеть своими глазами. Для нас это событие нормальное. Мы знаем, какие страны существуют, и так далее. Вот если бы кто-то сейчас сказал бы, что существует, ну, Лемурия. Вот кто-то поверил бы сейчас, что вот поезжай в Лемурию. Поехал кто-то сейчас в Лемурию? Поезжайте. Почему же нет? Потому что ее нет сейчас. И в принципе, ее-то и не было. Но если бы была бы, то мы бы могли поехать. А ее нет. Поэтому, когда в энциклопедии пишут того времени карты, десятки, сотни карт, говорящие о том, что мир был совершенно другой, и другая расстановка сил была, и так далее, все замалчиво. Почему, понятно. Но чем хорошо, то, что наступило время, надеюсь, что все это вскроется, и будет ясно, что к чему, и так далее. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают насчет Русклани и Северной Америки. Какие источники, артефакты и датировка, кажется, присутствуют у наших предков, русов, там и там, додолго до других обитателей? Ну, во-первых, сейчас у меня нет руках артефактов, чтобы отвечать на этот вопрос. Когда будет формирование материала, я буду печатать и доводить, но то, что Русклани существовала и есть, такая была, это, во-первых, не отдельное государство, это была тоже одна из провинций, то же самое Славянской империи, которая существовала и существовала. И вспомните даже отголосок этой империи во время Киевской Руси княжества Мудараканских. Кто-то помнит такое название, да? Вот это по-прежнему там еще оставались, не все скифы ушли оттуда, скажем так, потому что, когда вот с Северного Кавказа ушли основные населения, часть осталась, и современные жители, это потомки их, а часть ушла. И они ушли именно в территорию современной Киевской Руси. и их называли не Киевской Руси, называли скифами, и царскими скифами называли. Понимаете, есть карты, и все так далее. Одну из карт я уже приводил, кто хочет, может посмотреть. А по мере того, коммуникации будут раскладываться, будут приводиться и доказательства. А то, что на Северном Кавказе существовала государственная ладь, и Пятигорск, современный Пятигорск, где еще находится, находился в столице, который назывался Киев, только тот Киев, который сейчас, это третий Киев, в принципе, по числу, насколько я знаю, по крайней мере. То это множество подтверждений существует, и, так сказать, там много материалов, которые были, даже это самое, как говорится, идол, подсерден князю Бусу, который был вывезен оттуда, и где-то, еще, надеюсь, сохранился в архивах, запасниках музеев, где там надписи были, описание, все было расписано и так далее. А многие вещи были уничтожены, но забавно, сейчас создался Северокавказский округ, да, и столицу опять поместили в Пятигорск. Забавно, да? Случайное совпадение? Не думаю. Посмотрим, что это получится. Поэтому, по мере того, что будет появляться, я люблю излагать информацию, чтобы потом не говорили, а, вот, докажи, вот, когда буду излагать следующий материал, который сейчас буду приводить, вот, и будут приводить карты, и артефакты другие, подтверждающие это. А так вот, с собой я не таскаю все, потому что не все при мне находятся, некоторые еще должны прибыть скоро, надеюсь, другие еще добудем, и так далее. Просто многие вещи известны, но их нужно собрать, потому что многие из них нужно еще выкупать, у тех владельцев, которых не есть, они просто так почему-то не дают, ну, понимаете, почему. Так что, много что еще будет впереди, и много открытий будет. Следующий вопрос. Правда ли, что абсолютно всех людей можно зомбировать? Ну, не абсолютно всех, но подавляющее большинство. Почему, думаете, всегда существовало понятие, что уничтожали, уничтожать людей мира сего? Потому что сильные миры, у каждого рода существуют сильные люди, то есть, те, которые не поддавались носить альфа-генетику, которые очень сложно зомбировались. И вот их вырезают, а та масса, которая еще не выросла, которая еще детьми является в своем формировании, их тогда зомбирует. В принципе, так что сказать, что абсолютно всех сказать невозможно, это неправда, но подавляющее большинство, это да, к сожалению. Следующий вопрос. Как это вызывается? Что-что? Как защититься? Как защититься? Это сложно, потому что для того, чтобы человеку самому защититься, нужно определенное знание, которое опять подготовка и так далее, и так далее. Просто, что делается, по мере возможности блокируются все эти программы зомбирующие, что можно. В свое время была уничтожена мощь системы, генератор, которая через телевидение остатки шла, воздействовала, там еще пожар возник, когда это сгорело. Но все равно идет, конечно, но будет и дальше убираться по мере возможности, что идет зомбирование. Но, опять-таки, это мощный инструмент зомбирования не только чисто на другие уровни, чисто по кодирую словами. То есть, поэтому человек должен развиваться в себе, чем больше вы будете развиваться, чем больше вы будете понимать, чем защита с вашей стороны, чем более образован он человек, тем меньше он подается зомбированию. Поэтому и для них самая важная задача сделать людей невежественными, тогда невежественный человек очень легко зомбируется. Поэтому, если хотите быть невежественным, развивайте себя. Следующий вопрос. Вот здесь человек спрашивает, что вот в определенное время было, так сказать, определенные ощущения, там, радуги и так далее, а потом сообщение, что были НЛО, связано с тем, что происходило с человеком, с тем, конечно, чаще всего связано. Бывает, если человек попадает под воздействие определенное или параллельно, так сказать, допустим, что-то происходит и он попадает под раздачу слонов, то, естественно, он может воспринимать, видеть что-то и так далее и происходить. Так что, вполне возможно. Следующий. Здесь просит помочь от колдовства, но, так сказать, попробую, когда буду работать, может, и сниму, то, что поможет, может быть, вам. Вопрос такой, что такое живая вода, какие у нее тела? Дело в том, что у воды тел не может быть, в принципе. Живая вода – это просто вода, которая максимально гармонична с нашим внутренним микромиром, то есть, когда качество воды, состав химический и так далее идеальный подход для работы физически для этого человека, который обеспечивает себе все другие уровни. Но сама вода живая, а других тел не имеет. Допустим, когда я использую воду для обрабатывания, допустим, для лечения людей, когда это происходит, вода становится носителем, программ, но это не тела, опять-таки. То есть, я создаю многое, что, которое с водой попадает внутрь и уже идет, внедряется и изменяет другие уровни. Но это не значит, что вода имеет сама тела. Тела имеют только живые организмы. Вода, при всем при том, живой не является, хотя большая часть нашего тела состоит именно вода. Но, тем не менее, она не является живой. А живая вода имеется в виду, что она максимально, оптимально соответствует химическому, биохимическим процессам идеального функционирования нашего тела. Вот и все. Следующий вопрос. Вопрос такой. Кем является римский папа? Он главный черный иерарх? Ну, нынешний черный, нынешний римский папа явно не белый, это понятное дело. Но, является ли он черным иерархом? в какой-то степени иерархи? Да, но могу сказать, что обычно более старшие высшие иерархи обычно редко засвечиваются. К примеру, один из самых главных иерархов, который существовал на Земле довольно-таки долго и был, так сказать, уничтожен только в 95-м году, кажется, он имел, менял свои имена, потому что он жил не одно столетие, и занимал всего пост кардинала в римской церкви, скажем так, не папа римского, а управлял почти всем, и не только церковь римская, понимаете, да? То есть, понимаете, иерарх, черный там и так далее, не значит, что если он римский папа, то он самый главный, ничего подобного. Может сидеть там клерк, который этим римский папа управляет, скажем так, если в двух словах. Следующий вопрос. Углачаев заявил, что землетрясение на Гаити это тектоническое оружие США. Можете ли это прокомментировать? Ну, вы знаете, естественно, что взрывом, допустим, подземным взрывом атомных бомб можно вызвать определенные подвижки тектонических платформ. Вопрос. Нужно ли американцам делать землетрясение на Гаити? Конечно же нет. Для них Гаити это курорт, куда-то очень много американцев едут, дешево курорт, где они там едут отдыхать. Зачем гробить собственный курорт? Нелогично, правильно? Там уже никаких проблем Гаити американцам не строило. Я понимаю, Кубу грохнули бы, там еще понятно бы. А Гаити, это их, в принципе, и так колония, реальности, они контролируют всю эту территорию. Поэтому я не думаю, что Гаити из-за действия именно американцев. А то, что теконическое оружие, у них существует только то, что связано именно с применением, допустим, подземных взрывов, направленных, резко взрывов делается, заставляя колебаться прямо на технической платформе. И все. Такое возможно, так сказать, они таки молодеют, но, так сказать, в данном случае это не отношение имеет. И, в принципе, и такие вещи можно останавливать все при необходимости. Следующий вопрос. А читали вы книги Владимира Пятибрата? Не читал, поэтому ничего не может сказать по содержанию. Так что, для того, чтобы говорить, я всегда должен знать тот текст, о котором говорю. К сожалению, не читал, поэтому комментировать даже ничем не смогу. Вот здесь большое, но это уже вопрос здесь. Вот здесь спрашивают, существует, в чем стоят объективные ограничения самоисцеления человека. Ну, дело в том, что для того, чтобы человек самоисцелялся, скажем так, он должен прекрасно понимать, что и как происходит. Само по себе, он где-то болит, хочу, чтобы не болело. В лучшем случае-то уберется болевой синдром, что возможно. Но значит ли это, что при этом исчезнет проблема? Чаще всего нет. То есть, для того, чтобы действительно самоисцелеть, можно. Конечно, несколько сложнее, чем других, потому что сам себя за волосы тащишь. Но для этого нужно, опять-таки, знание, понимание механизмов, не просто так вот, как, и плюс определенное качество. Если определенное качество наработано, то самоисцеление возможно. Если качество не работано, человек может отличить других, но себя нет. И очень часто те, кто, допустим, занимается целительством, делают одну большую ошибку. Они, как говорится, перетягивают проблемы с людей, которых они лечат, на себя, рассчитывают, что их потенциал переваривает. Чаще всего что происходит? Пока потенциал, запас большой, человек перетянул на себя, переварил, перетянул, переварил. Наступает один момент, когда уже потенциал запасов нет, и человек переварить не может и начинает заболевать серьезно сам. Поэтому, в зависимости от того, каким методом лечения вы пользуетесь, для того, чтобы сказать, какой совет, нужно знать конкретный метод, как данный человек работает, можно сказать, как можно добиться данного человека самоисцеления, если он занимается самоисцелением. Следующий вопрос Какое условие является необходимым для перестройки вашего мозга, осуществляемого вами? Не кажется ли вам забавным, что вы развеиваете чары Луны в ДК Луначарского? Вопросы, если им понятны. Во-первых, я не рассеиваю чары Луны, а снимаю блокировки с людей, и блокировки действия. А какое значение в ДК Луначарске это делали, или в другом месте, когда человек снимается блокировки, снимается блокировка в любом месте, где человек желает. Если приехали сюда люди, чтобы просить, что вот снять, блокировки снимают, так что это не связано с чарами Луны, потому что сама Луна никаких чар не накладывает, действует, а действует сторонник лунного культа, который работают люди конкретные, и которые блокировки накладываются именно людьми, используя их сознание и так далее. Так что идет освобождение людей от действия именно людей, применяющих черное условие, черную магию, а сама Луна не является, так сказать, своих чар не имеет, кроме как использовать условия, которые создает у Луна, для того, он и накладывает на других людей, это разные вещи. Следующий вопрос здесь письмо целует, что? Вы считаете. Что? Вы считаете. Ну, так, если будут каждый, тут вопросы нужны, я же могут десятки... Нет, даже я до следующего раза. А, до следующего. Ну, хорошо, посмотрю. В следующем разу возьму вот это сюда откладываю, который еще не обработал. Следующий. Ну, здесь целый ряд вопросов. И, наверное, энергия венадия Тесла берется с эфирного уровня за счет перепада мерности. Вопрос, правильно ли ты понимаешь? Ну, я, так сказать, не изучал генератор Тесла, но в любом случае, так сказать, если говорить о генераторах, которые работают на, ну, так сказать, темной материи, используются, то в любом случае они используют, естественно, перепад мерности, при, вот, качественный перепад используется, чтобы создавалась выполненная, выполненная работа. А, так сказать, я бы не на что-то эфирный уровень, просто, опять-таки, терминология введена была, и она путается, потому что, допустим, физики под эфиром понимали совсем другое, что понимают, допустим, оккультисты. Поэтому нужно всегда разграничивать, кто это понимает, эфир, физики или оккультисты. Потому что, в одном случае, эфир это просто пространство Вселенной, как понимают физики, а под оккулисты понимают эфир, это вот эфирные уровни Земли, которые, так сказать, они тоже неправильно понимают. Поэтому я в своих книгах специально стараюсь уходить таких, я ввожу понятия свои, и говорю, что вот то, что говорится, допустим, второй материальный уровень, это то, что называется эфирный, и третье материальное, то, что астральный, и так далее. Для чего это дело? Потому что если пишут то, что эфирные, астральные, ментальные и так далее, то люди, прочитав, будут понимать то, что вкладывается в это понятие из тех источников, которые они прочитали. А на самом деле нужно комментировать, что эти источники неправильны, поэтому, чтобы избегать этого, я просто ввожу второй, первый, третий, четвертый, и так далее, материальный уровень, потому что они действительно материальны, и поэтому всегда нужно при терминологии использовать именно, понимать, какой термин используется, и кто что-то понимает, потому что, я говорю, что эфир физики понимали совсем другое, чем понимали оккультисты, поэтому нужно подумать, как это, что это написалось, со стороны оккультистов и со стороны физиков, чтобы дать ответ. Следующий вопрос. Здесь это самое. Я спрашиваю по поводу фотографий, которую выставил на своем фонде, так сказать, Кубарев. Ну, что могу сказать, я ответ давал уже, но сейчас нам еще раз ответ, что, так сказать, когда человек использует, допустим, фотографии, которые никакого отношения ни к его деятельности не имеет, ни к чему, для своих целей, поэтому это называю провокацией, по-другому не назову, потому что я, естественно, знаю Кубарев, он ко мне несколько раз приезжал, мы с ним беседовали, у нас совершенно позиции близко не стоят, у нас совершенно разные позиции, ни к кому, его организация не стояла, не собирается, потому что это абсурд, с моей точки зрения, я ему это говорил. А то, что он использует таким образом, насколько я знаю, фотографии, которые вот используют, это я встречался не с ним даже, а Юсуповым, Вагизом Юсуповым, который попросил о встрече, он приехал в Кенбург, остановился у него и просил, что я понимаю, почему так Кубарев очень сильно уговорил, чтобы именно встреча у него была, что фотография получилась у него дома, он типа выставляет, как это самое. У меня была встреча даже не с ним, а с Юсупом. Юсупов тоже возмущен тем, что фотография была выставлена даже того, чтобы спросить у него. Это частная фотография, люди встретились, извините, поговорили. Вот, например, мы сейчас вот с вами сидим здесь, да, сделали кто-то фотографии, после этого этот фотографий кто-то выставляет и говорит, что вот Левашов, допустим, входит в мою организацию или поддержит мои понятия. Так это будет? Вот, например, то же самое. То есть, фотография реальна, я встречался, опять-таки, с Юсуповым, дома у Кубарев, когда Юсуп просил подъехать туда, потому что он не мог подъехать туда. Все. А человек просто воспользовался этим для того, чтобы вести, типа, присяги, никакой присяги я не принимал, к тому же, так сказать, ну, я говорю, что у меня совершенно разные позиции с, так сказать, с Кубаревым. И, понимаете, то, что, допустим, мы побеседовали несколько раз, что он подарил мне свои книги, а я отдал ему свою книгу, это еще не значит, что он имеет право включать меня в свой, как сказать, использовать меня для того, чтобы обращать внимание на свой сайт или так далее, и так далее. Это некрасиво с моей точки зрения. Вот и все. Потому что то, что я прошу из криарского рода, ну и что, это ничего особого нет. Ну, говорят, по крайней мере, что мои предки ничего плохого не делали, а, наоборот, делали для страны очень положительным. И как тут, на что пошло, так тут же, вот, а вот вообще, Левашов, он вообще, типа, так сказать, из евреи и тому подобное. Ну, если я еврей, дальше не надо, да? А знаете, почему говорят, я еврей? А вот у него Левашов, у него три буквы Л и В есть. Эти три буквы Л и В входят в слово левиты. Вы понимаете, вот маразм крепчал, и танки наши быстрые, да? оказывается того, что в моей фамилии слово Леваш, дело в том, что я же писал свою автобиографию, если интересно, может, что интересно, но не находят, и что-то не придумать. И от немца до ла моя фамилия пошла, мой род пошел и так далее. Ну, понимаете, вот интересно, но вот если кто-то хочет разобраться о истине, хотя бы вводите, выйдите на же сам интернет и соберите всю возможную информацию. Там вы найдете на же самую информацию, что есть не только абсурд, типа того, что вот Левашов, значит, от слова левита, значит, он выше кастей левитов относится. Вот. Это маразм читал не один раз, но когда повторяется вот 10 раз, уже смешно становится. Там вы найдете информацию, что род Левашовых пошел от боярина Александра Викулича, который был попросил Леваш. Ну, Леваш сидел по левую сторону царя, по левую сторону бояре сидели, называли, поэтому он Леваш получил. И эта фамилия за ним закрепилась как Леваш, Левашов, и пошла фамилия Левашов. Значит, до этого, когда была фамилия Левашов, фамилия была Столбовик Улич. Понимаете? Боярин княжского рода, Столбовик Боярин из Рюриковича, к тому же. Ну и что? Так, нет же, нет. Ну, если на то пошло, если брать так, то, оказывается, знаете, особенно тот, кто писал, то, знаете, у того человека, оказывается, у него левое ухо есть, левая рука, левый глаз, левая планетела, левая нога и рука. Значит, получается, что он наполовину еврей, вся левая половина еврейская. Ну, как же логика? Три буквы тоже есть, левый, да? Вот понимаете, когда Мораз такое читаешь, ну, не знаю, думаешь, что это возьми, ну, неужели люди это серьезно могут воспринимать? Зато фамилии, которые существуют, они, конечно, если бы, хотя бы почитал бы, что, допустим, и знал бы, что, допустим, фамилия Иванов, имя Иван, действительно внесено из иудейства, оно ни одного, даже к русскому народу, не имеет. Вы знаете, что означает Иванов или Иван? Принявший Ехве, то есть иудей. А видите, три буквы нет, Левашов, да? Л, и В нет там, да? И к тому же, левиты, это по-русски звучат, левиты, так? А по-другому языку, слово того, как вы называете левитом, звучат совершенно по-другому. Так, какой язык брать за основу, подходить, а? Так что, и тут, тут же, кто-то, так сказать, взял фотографию, разместил без этого права, частную фотографию, частную встречу, которая ни к какого отношения не имела, ни к тому, ту организацию, которую Кубарев возглавляет, а была просто-напросто моя встреча с Юсуповым, и что забавно, типа, старший князь Юсупов, ага, вот он у него, значит, в Совете князей, да, он не входит в Совет князей, а старший князь, это означает просто, что в роду старший сын считался старшим князем, и вот, допустим, те Юсуповы, которые жили при императорском дворе, они не были старшими сыновьями, обычно младшие сыновья, отправляясь к Петровскому двору, они принимали христианство, так что, те Юсуповы, которые обычно все знают, они, в принципе, не первые лица в роду, они вторые и третьи лица, а старший сын, продолжатель рода, всегда считался старшим князем, именно в этом плане старший князь, написано там, а люди просто не знают других вещей, не знают других вещей, там приводят гербы, начинают, я читал статью, ахинею, человек пишет, потому что не знает, что, во-первых, та же самая шестиконечная звезда существовала задолго того, как появились иудеи, вопрос, как же так, заявляется нас звезда Давида или нет, наши предки, символы использовали очень давно, так что, наши предки тоже все иудеи, да? Так я не понимаю, если мы все иудеи, так почему такое разделение идет, да? Плюс, многие люди не знают, что русского дворянства, аристократии, гербов не было, это появилось, как-то, поведение Западной Европы, уже пришло, не помню, там, 16-17 век, стали по образу и подобию создавать русские, создавать себе герба, и все. Поэтому, когда люди не знают, вот, понимаете, действительно, невежество, оно порождает слепоту колоссальнейшую, просто прежде чем что-то говорить, нужно сначала выяснить, знать, о чем говоришь, прежде чем кричать, но многим это не выгодно и не нужно, они кричат, не знаю, о чем. Следующий вопрос. Есть ли родовое проклятие, и как оно передается, и как можно от него избавиться? Ну, в принципе, да, родовое проклятие существует, к сожалению, это реальная вещь, как от него избавиться, как оно передается, если родовое передается по линии, или по женской, или по мужской, зависит от того, на кого было наложено проклятие. Если на женщину, значит, по женской линии, через X-громосому, которую она передает, а если через мужчину, через Y-громосому, который, естественно, мужчиной передает. Поэтому, что такое родовое проклятие? Это когда определенным воздействием изменяется структура хромосомы. К ней прибавляется определенная программа, которая нарушает нормальное функционирование. И, чаще, на смерть закладывается, гибель, раны, смерть, болезнь, и так далее, и так далее. К сожалению, это реально. И для того, чтобы снять родовое проклятие, нужно убрать тот прикрепленный, так сказать, вагончик проклятия, который был прикреплен к генетике данного человека. То есть, для этого нужно понимать, что это такое. Нужно понимать, кто и как прикрепил это, за что, и почему, и иметь, естественно, понимание, знания и умения, чтобы это все убрать. Вот и все. То есть, это реальные вещи, к сожалению, и, к сожалению, делаются часто несправедливо такие вещи. Иногда справедливо, потому что, зачем? Зачем накладывать проклятие? Потому что, если человек согрешил что-то, то есть, грех, действие отрицательное, то в момент действия человек сам себя наказывает. изменение происходит и так. Накладывать проклятие, это значит, что, того, чего нет, накладывать на человека. Чаще всего, это несправедливо. Поэтому, можно убрать и нужно, просто нужно знать, как и что. Так, сколько у нас осталось времени? Полчаса еще для ответов. А бывают справедливые проклятия? Справедливые? Ну, в какой-то степени, можно сказать, если человек сотворил что-то такое и за это его проклинают. Да, но в принципе проклятие само по себе неправильный подход. Понимаете, проклятие, кто-то проклинает, он запускает очень отрицательный механизм. Потому что, понимаете, есть, с моей точки зрения, вот когда человек действует, в момент действия он действительно получает изменение из себя на уровне генетики и так это передается родовое. Почему, ситуация бывает, очень много тех, кто действительно творил зло, их дети и внуки потом раскребывают за это. Они больные, в сумасшествии, сейчас же самоубийство, очень много. Знаете, это факт. Почему? Потому что, вот по генам передается это. Поэтому, когда человек совершает действия, он уже в этот момент себя наказывает сам. Вопрос, а когда человек проклятие, накладка на него, это уже в любом случае черная магия. В любом случае. И тот человек, который запускает механизм, он сам по себе вредит и себе, и себе тому, кто делает. Правда, существуют методы, которые делают очень хитро некоторые. Они создают себе, вокруг себя окружают своими адептами, сотнями людей. И вот все отрицательное, конечно, гадостью творят, а все отрицательное идет не на них, а рикошетом тому, кому не следит. То есть сбрасывают на других и страдают не они сами, а люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Это еще большее. Но, понимаете, все это нужно, вещи нужно понимать, знать, и бороться с этим нужно осознанно и грамотно, иначе вы доломаете дров. Следующий вопрос. Здесь, опять-таки, чисто медицинские, девушка, девушка лежит в больнице, там готовится к операции, может ли помочь. Ну, вы знаете, опять-таки, допустим, помочь может тогда, когда, обычно, когда попадает, если я скажу анекдот, это будет понятно, конечно, не очень хороший анекдот, типа, приводит профессора, студента в больницу, становится перед пациентом, по врачу, и спрашивает, ну что, будем лечить, или пускай живет? Понимаете, это медицинский анекдот, анекдот придуманный, и могу сказать следующее, к сожалению, когда что-то происходит в больнице, когда человек, допустим, не в больнице, что-то еще можно сделать, но когда ты в больнице, там невозможно, что сделается, какие операции действуют, что действует, там я обычно стараюсь не вмешиваться, почему, потому что бесполезно, потому что то, что делают врачи, чаще всего приводит, приводит только к последствиям негативным, что действительно эффективно в медицине современной, это если действительно чисто механические травмы, вот разрыв что-то, там кости сломаны, если правильно подставить, все правильно подставить, ложить шины правильно, все будет хорошо, но что касается лечения, современная медицина лечить, к сожалению, не может, только калечие в лучшем случае переводит в ядро текущую форму хроническую, в лучшем случае, и все, поэтому, что можно сказать, к сожалению, но как можно сделать, если не знаешь, что будут делать врачи, для того, чтобы делать что-то, есть, допустим, задача, вот я ставлю, даже, когда, если я с кем-то работаю по лечению, и кто-то занимается другими, я говорю, давайте вы решитесь, что вы будете делать, или так, или сяк, потому что, я, допустим, ставлю задачу, я вижу этапы, первый, второй, третий, и выполняю программу, и, если кто-то вмешивается, не знает, что я делаю, и делать, как же могу делать дальше, если кто-то взял, разрушает то, что я делал, это бесконечно бесполезно, поэтому нужно или так, или так, поэтому, к сожалению, надеюсь, будет хорошо, можно просто, по-моему, создать, что, по крайней мере, не занесли инфекцию, что часто бывает при операциях таких, хотя бы это не занести, это можно попытаться сделать. Следующий вопрос. Ну, тут несколько вопросов, один из них, наверное, последний отвечу, как могли жить люди на Фаэтоне, там же очень холодно, и, так сказать, недостаток дневного света. Ну, во-первых, Фаэтон не так далеко, так сказать, находится от Солнца, это первое, во-вторых, когда планета имеет атмосферу и так далее, и температура планеты зависит даже не столько от светила, сколько от наклона оси, вот оси планеты светила, очень большое влияние имеет на температуру режима планеты, поэтому я не думаю, я не изучал детали, потому что планета уже давно погибла, но думаю, что жизнь возможна даже на Марсе и другие планеты, тоже есть жизнь, находят даже сейчас, хотя Марс уже потерял атмосферу, все равно остатки жизни читали иногда, что на Марсе обнаружена жизнь и так далее, и так далее, микроскопическая, конечно, жизнь. Поэтому, так сказать, нельзя проецировать те понятия, которые мы знаем, не вылазив с нашей планеты, пока еще никто даже, кроме как до Луны, никто не долетал, и то, что долетели, тоже значит, что Луна искусственно созданный объект, который был создан и притащен сюда, с другого места, и так далее, и так далее. Поэтому, в Фаэтон, когда была планета, была достаточно атмосферы, которая удерживала тепло, плюс, я не знаю точно, какой был угол наклона оси, так сказать, планеты, Фаэтон, к Солнцу, то, думаю, если там люди живы, то было достаточно тепло, чтобы жизнь была обеспечена. Поэтому, так сказать, думаю, никаких проблем нет. Просто наши понятия нужно учитывать, понимаете, допустим, на Меркурии, который ближе всего находится к Солнцу, из-за отсутствия атмосферы, к примеру, ночью температура опускается, я не помню, минус 200 с лишним градусов. Видите? Хотя он очень близко к Солнцу, а в день разыграется, плюс 600. Видите, отсутствие атмосферы, как влияет, имеет значение наличие атмосферы, состав атмосферы и так далее. Поэтому, не только от близости к светилу, зависит на наличие температуры на поверхности. А можно восстановить к атмосфере? Марсе, не знаю, я такой мысли не задавался. А зачем? Значит, там все равно цивилизации нет. Цивилизации влияют на нашу цивилизацию. А как? Кто? Цивилизации влияют на нашу цивилизацию, как влияют на нашу цивилизацию. Рептилии, рептилии. Рептилии? Да, цивилизации. А что вы это прозвиваете? Ящеры. А вы их где-то видели? Ну, читал. Ну, понимаете, дело в том, что что существует, понимаете, люди иногда интерпретацию своих книг не совсем правильную. Потому что, если в тело человека может зайти сущность рептилоида, а это, так сказать, на земле в свое время жили динозавры, которые называли динозавропитеки, которые, как вы, рептилоиды тоже относятся. Они вымерли давным-давно и они находятся на других планах Земли. Но то влияние, которое пишут о, так сказать, рептилии, технических литературе, я частично читал, это абсурд, с моей точки зрения. Потому что, по крайней мере, то, что я читал, это просто люди принимают информацию, не зная откуда, кто и чего. Но вопрос такой. Типа, Минград Душу звал хороводом снов, ибо он собирал мудрость многих звезд. Я не уверен за точность цитаты из «Славянский ветер». Вопрос. Забвение для мудрых предполагалось изначально. Ну, я не понял совсем вопроса, но дело в том, что то, что я помню по содержанию «Славянский ветер», касается «Собирал мудрость многих звезд», это несколько другой аспект. Это имелось в виду, что когда создавала цивилизация Земли, она создавалась не одной цивилизации, по крайней мере, четыре группы цивилизации, белые расы, по крайней мере, формировали изначально цивилизацию Земли, колонисты, которые приехали, и они прилетали с разных звезд, с разных планетарных систем, и, естественно, несли с собой разные качества и возможности, которые они развивали на своих планетах. И это Земля, еще с особого положения, так получилось, и качество, позволяло именно все эти качества объединять, и, если помните, там приводится, что из других звезд пролетали, чтобы здесь пройти инициацию, то есть перейти в лицо на другой уровень. То есть только на Земле стоял источник жизни, глубине планеты, который позволял, как там говорится, в богах раскрыть сокрытые силы. Помните, то есть те, кто развивался, не дошло еще уровня, полностью, они попадали под влиянием, блокировки снимались, и они обретали полную свою силу. То есть здесь имеется в виду несколько другое, а забвение для мудрых предполагающих начальников, не думаю, просто то, что пошло на Земле, это не пошло по плану, это не планировалось. К сожалению, то, что мы имеем, это результат весьма тонкой и хитрой работы социальных паразитов внешних, которые внедрились и решили воспользоваться результатами происходящих на Земле для своих корыстных целей. И некоторые спрашивают, вот почему типа нас не посещают, там вот, так вот, если внимательно читали, опять-таки, славянные резкие веды, тексты, там же четко говорится, что наша галактика при своем вращении, рука, где мы находимся, при вращении попадает в пределы пепельного мира, как они называются. Что такое пепельный мир? Это территория темных сил, в которой социальные паразиты контролируются. И получается, что Земля вместе с Солнечной попадает на некоторое время под, на территории, которые контролируются паразитами. Вопрос, почему наши предки, наши боги, как называемые, не прилетали? Во-первых, они прилетают только инкогнито, чтобы не засвечить. Потому что, если бы прилетали на какие-то действия вызвало черную звездную войну, которая никому не нужна. И к тому же, как вы понимаете, если предыдущие звездные войны заканчивались в принципе, хоть и поражением черных, но пользы этого никакого не было. То есть гибель колоссальных, гибла много цивилизаций, в принципе, черные, все-таки, конечно, побеждали, потому что, смотрите, так или иначе, они продолжают действовать, так или иначе, они до чего довели нашу планету сейчас в частности. Так? Ну вот, поэтому, надеюсь, вот уже, все-таки, будут другие принципиально новые подходы к решению, потому что бить морду, как били раньше, то есть кулак на кулак, оно ничего не дает, уже принципиально другой подход. Надеюсь, этот принципиальный подход уже будет применен и многое изменится, и уже меняется, думаю. Следующий вопрос. Ну это образ. Это образ. К сожалению, не все нужно понимать буквально, а через хородового сна, потому что часто уровни, когда человек пробуждается, начинает, так, у него начинает пробивать через подсознание, через его сущность информацию о прошлой жизни. И это в виде сна, в виде сна человек видит, где он был на прошлом, где он жил в прошлой жизни, где был. Это сон, понимаете? Это образ показывает, просто это нужно объяснять опять и долго. Я еще про это, потому что мало времени осталось. Вопросов очень много, я их все буду прочитывать, потому что, видите, не успеваю, так сказать, все открыть, хотя стараюсь коротко. А здесь вот приглашают на форум, так сказать, и так далее. Ну могу сразу сказать, я не собираюсь идти на какие-то форумы, потому что мне нет ни времени, ни желания доказывать кому-то то, что они, вместо того, чтобы взять и прочитать, что написано, не умеют читать, и так далее. Я это специально, даже говорил, то, что движение участие, которые кидались на форумы доказывать кому-то что-то и тому подобное. Вот. И что, они доказывают, доказывают, просто выскакивают люди, чаще провокаторы, которым плевать на любые доводы, любые аргументы, им нужно вякнуть свое. Во-первых, почему считают, что я кому-то что-то доказываю, даже через форумы и так далее. Мне написаны книги, я не оставляю, кому не нравится, ради Бога, никто не оставляет читать. Там изложено, подтверждено, множество позиций, подтверждено фактами. Нравится, не нравится кому-то факт, это их проблемы. Но. Вопрос. Вот вы мне докажите что-то. Опять-таки. Вот на форуме, что на форуме, то, что кто пробовал делать, они потом, мой совет, поняли и отказались. Потому что, пока они начали отвечать, доказывать что-то, вот почитайте это, вот здесь написано это, вот факт такой-то, кидаются и так далее, и так далее. Потом, когда их разбивают, тех противников, они все равно не меняются, бесполезно. Это первое. Второе. Есть специальные, как говорится, спецслужбы, разработаны методы, как вот отвлекать людей от дела, понимаете? Потому что, на форум, если отвечать, кто-то будет спрашивать, объясните мне, вот это, вот это. Так, извините, ты сначала выучи элементарную физику, обычную даже хотя бы, понимаете? То-то, то-то, то-то. Изучи другие аспекты. Что я буду сидеть и заниматься с каждым, кто, вот докажи мне, и так далее, и так далее. Понимаете? Если, допустим, мне сказал, вот давайте выйдем на спор президента Академии наукроссийской федерации, к примеру, да? Он сказал, докажи мне. Я бы ему доказал один раз. Понимаете? Потому что, не просто так доказал, условием, что я докажу ему, он должен изменить позиции. Не только себя, но и соответствующая наука. Понимаете, да? А вопрос, зачем? Кому-то, кто даже, в большинстве случаев, чаще всего, это молодые люди лет, ну, 18-20, которые, как говорится, нахватали чужих идей. Обычно, знаете, как я говорю в таких случаях, а панец выступает, хорошо, вы имеете позицию, изложите свою позицию сначала. Потому что, моя позиция есть, а я хочу знать вашу позицию. Если мне человек объяснит, хотя бы свою позицию, вот тогда он достоин, чтобы кто-то ему объяснял второе. Потому что, человек может заблуждаться, если у него есть, возникла позиция своя, он ее может объяснить, значит, он имеет обоснованную позицию. А если он повторяет чужие слова, не понимает, дожество не значит, то это не позиция, а дурость. И поэтому на дурость, след за дуростью я не собираюсь, потому что у меня гораздо более важные дела есть, чем заниматься этим. Привожу в своих материалах, подтверждаю фактами, так сказать, которые современная наука нравится или не нравится, подтверждает. Извините, в своей книге я расписываю структуру пространства и так далее, и только через 10 лет наука, подтверждая 90% материи Вселенной, является темной материи, которую мы никогда не знаем. А мне это описано было еще в 1994 году, когда о темной материи вообще никто не говорил. Когда, так сказать, открытие, вот типа скорость света Эйнштейна и так далее. Сейчас последнее открытие. Объекты во Вселенной, современные ученые, не мною, получены данные, что объекты разбегаются со скоростью, выше скорости света. Понимаете? То есть, подтверждаю еще, что существующая сегодня теория Эйнштейна, потому что, по крайней мере, в лучшем случае, просто гипотеза, которая не получила подтверждения. А это худший случай. Почему? Потому что это не гипотеза, а фальшив, которая была, преномерно, создана им, зная, что это не так. В своей статье «Теория Вселенной на Объектной Реальность» я показал, доказал фактами, опять-таки не своими данными, а данными науки, немного сделанными тестами, результатами этих тестов, что вся эта теория, фикция, в любом случае. И Эйнштейн знал это при жизни, потому что, кажется, ему крупный американский ученый прислал данные 22-летней исследований, более 200 тысяч замеров, подтверждающих, что позиции теории абсурдны. Проигнорировали, замолчали. Но замолчание не означает, что, если что замолчать, что оно отсутствует. Можно закрыть глаза, но это ничего не имеет. Поэтому, не собираясь на форумах, каждому человеку, который захочет, чтобы ему доказывали что-то, сначала человек должен доказать, что он достоин, чтобы ему что-то доказывали. Покажет, что он может самостоятельно мыслить хотя бы, а не повторять чужие слова. И вот потом, если человек докажет, и если этот человек, так сказать, имеет какой-то результат, от этого будет, от того, что я докажу ему. Потому что я доказывал неоднократно очень многим. И что-то менял, ничего не менял. И зачем? Тратит на это время. Я лучше буду помогать тем, которые действительно хотят что-то понять. Вот это будет польза больше. А когда доказываешь человеку, доказываешь ему, и после этого он говорит, а все равно мне это не устраивает, потому что мне это не нравится. Ну, не нравится ради Бога. Поэтому, критики, понимаете, чем больше человек безграмотный, тем больше он кидается. Особенно, когда, особенно, это в некоторой части молодежи наблюдается, который максимализм очень большой, который нахватает каких-то представителей в школе. Особенно в современной школе образование очень плохое, к сожалению, стало, как я знаю уже. И вот нахватает каких-то верхушек, и вот они, а максимализм есть, и вот мы несем, доказывают что-то. Это чужие идеи, которые к тому же уже доказаны, что они не являются достоверными, фактами, и не мной доказаны. Но это многим не нравится. А мне не знают, понимаете, часто, даже не изучают это явление, не изучают, изучите, хотя бы что известно, по крайней мере, сейчас интернет позволяет просмотреть очень много фактов из науки, публикации, но не хотят ничего делать. А вот когда придет время, когда будет школа проводиться у меня, так, и вот когда, так сказать, будет проводить занятия, и вот тогда не доказывать, а обучать, чтобы они понимали, что за этим стоит, вот тогда будет. И тогда, если кому-то будет непонятно, тогда я буду и объяснять, а не просто того, что вот кто-то там, и чаще всего, так сказать, к вашему свидетельству, тоже могу сказать следующее, израильские спецслужбы создали специальные группы на интернете, задачи которых быть просто провокаторами. То есть они начинают обливать грязью и так далее, и так далее. Насколько я знаю, я в неких форумах не участвую, и никогда не участвовал, потому что бесполезно считаю, потому что, чтобы не говорить, тебе говорят все равно. Потому что фотографии реалии, допустим, реальные фотографии, которые можно элементарно проверить, никто не хочет проверять, они сразу говорят, что это фальшивка. Почему? Потому что это их не устраивает и тому подобное. Это уже достаточно фокус такой, как они творят. То есть, говорят, вот фотографии, тысячи фотографий, реальные фотографии, это подъемка в фотошоп и так далее, и хоть что-то говори, это бесполезно. И вопрос, чего доказывать таким людям? Зачем? Бесполезно, не нужно. Поэтому, так сказать, я на какие-то провокации не отвечаю, а, так сказать, доказываю только тем, кто мнение, может изменить ситуацию, а просто на так, иначе мне не хватит жизни, если каждый человек захочет, докажи ты мне, докажи ты мне. То, что тех фактов, которые были в прошлом, когда я был, считал, вот, каждый человек не понимает и так далее, доказывал, и что в лучшем случае человек просто замолкал и уже ничего не говорил, когда ему доказывали. В худшем случае, когда ему доказывали, а потом он отходил в сторону, когда никто не видит, он начинал ту же самую климатюнести. Так какой смысл? Когда есть люди, которые действительно хотят понять, что-то разобраться. Вот им я стараюсь помочь. Так что спасибо, но это мне не интересует. Ну, здесь спрашивают, вопрос, конечно, хороший, но у нас уже осталось немножко время, чтобы вот последнюю часть, ну, пять минут, что социальные праздники мы не считали к культуре русов и так далее, какие должны быть нормальные отношения между людьми, внутрисимыми, между семьей, между, так сказать, важными и так далее. В армии этого праздника. С тем принципом. Но, вы знаете, тут двух слов не скажешь, вопрос, конечно, очень правильный и грамотный, потому что, действительно, то, что я назвал социальные болезни, то, что когда люди, так сказать, меняются и их восприятие искажено, то есть в отношении между людьми. Но, понимаете, как изменять? Изменять нужно, в первую очередь, с детства, с самого начала, формировать правильное понимание. Это лучший вариант. Естественно, что это нужно делать не только в одной семье, а по всему, но нужно человеком семье. Если каждый в своей семье, каждый сам себя будет. Ну, принцип такой, для нормального человека есть такой хороший принцип, не делай другим того, чего бы ты не хотел, чтобы сделал это тебе. Правильно? Вот, в принципе, единственное, пока могу дать такой совет, самый простой, потому что не мной придуманный, но очень хороший. Потому что, если вам это неприятно, это значит, что сто процентов большинству людей тоже будет неприятно. Ну, за исключением некоторых отклонений, ну, там, мазохистов и садистов, да? Но я не считаю их нормальными людьми. Вот. Поэтому, для начала, что если в любых отношениях вы будете относиться к другому человеку по-человечески, именно по-человечески, то есть относиться к человеку, у которого есть душа, который может сделать больно, неприятно и так далее, это оказывается и мужчин, и женщин, и взрослых, и детей отношений и так далее, потому что, понимаете, нельзя использовать другого человека в своих целях, особенно, допустим, если у человека другого есть чувство к вам. Допустим, кто-то влюблен, а вы, ну, почему? Я же не люблю, но другой вину, и что можно попользоваться, пока человек меня любит, да? А тем самым не понимая, что вы травите и разрушаете душу другого человека. Вот это нельзя допустить, даже если вы видите, что человек готов пойти, ну, так сказать, открыться своей душой и так далее, и так далее. Понимаете, то есть нужно всегда находить себя, я понимаю, что инстинкты, вот самое главное, чтобы человек, с моей точки зрения, стал человеком, потому что пока инстинкты контролируют нас, мы еще просто разумные животные. Вот когда мы возьмем контрольные своими инстинктами, которые не исчезают при этом, никто не говорит, что инстинкты должны исчезнуть, ничего подобного. Но одно дело, когда инстинкты управляют нами, а другое дело, когда мы управляем инстинктами. Вот если мы с вами научимся, или не так легко, а именно управлять своими инстинктами, то уже это большая гарантия, что мы мало кому причинили вред. А что это значит? Допустим, если нам угрозают смерть, мы не скажем, хорошо, пускай убьют другого, но только не меня, правильно? Потому что инстинкт самохранения спастись в любом способе. Не любой способ может спасаться. Если вы спасаетесь за счет предательства других, и за счет того, что подставляете мне себя другим, это не спасение, это предательство не только тех людей, которые вы предали, но и предательство самого себя, потому что вы гробите себя, свою эволюцию, и так далее. Поэтому, вот в принципе, не делать другим то, что не хочешь, чтобы тебе сделали, уже во многом поможет не сильно делать. И начинать уже с детства, и воспитывать уже детей. Ну, пример, вот я же говорил, опять-таки, маленькие дети, вот, любят, допустим, чтобы к ним привлекали внимание, привлечь внимание. Как они идут, допустим, кого-то дернут за волосы, да, и тут же все, или палку возьмут, хлопанк вот палкой, и тут же все взрослые собираются, бросают все дела, и начинают говорить, нехорошо так, это нехорошо, не делают так, больно, и так далее, и так далее. Что ребенок видит? Ребенок видит, если он берет палку и грохотит у кого-то, то все бросают все дела, и ему они уделяют, правильно? И что ребенок сделает в следующий раз? Возьмет палку еще раз, и еще раз, потому что все опять сбегутся, и будут опять уговаривать не делать это. Что в этой ситуации нужно сделать? Нужно взять ту же самую палку, тут чуть-чуть, конечно, не сильно, хлопанный ребенок, и сказать, тебе нравится? Нет. Вот каждый раз, когда ты будешь делать это, мне, я сделаю тебе. Вы знаете, очень быстро дети это понимают, и прекращаются все дела. Вот такой подход, потому что психологически очень часто, вот ребенок, он даже, ну как же так, ребеночек, он уже объяснит все. А ребенку только надо, ему внимание нужно, особенно, когда появляется второй или третий ребенок, когда, знаете, да, кризис такой, когда был один ребенок, все внимание, ему было, появляется второй ребенок, внимание уже второму ребенку, ну, понятным причинам, а первый ребенок считает, что его оскорбили, бросили и тому подобное. И начинает, любым способом, привлекать к себе внимание. Ну, во-первых, скажем так, еще один вариант, чем больше детей в семье, в принципе, тем больше варианта, что дети вырастут нормальными людьми. Да, это факт, потому что, если ребенок растет в другой семье, где он должен считаться с мнением и желанием других с детства, то он привыкает и начинает учитывать мнение других и дальше в своей жизни. А если ребенок вырастает один, который вокруг этого все время, он превращается, что считает, что все должны бегать вокруг него и делать все ради него. Поэтому, когда вот многодетные семьи, когда дружные семьи, где друг другу все помогают, естественно, работаем, вместе делаем и так далее, это лучшие условия для формирования нормального человека. Так что, одна из рекомендаций семьям больше детей. Так, ну, у нас осталось немножко времени для того, чтобы проводить последнюю часть на ежедневной, да? 15 минут, так что прошу. В первую очередь, вот, на ежедневной кабинет, желающим может обратиться, чтобы я что-то сделал, помог там, может, у многих, но в первую очередь, вот, подходить, у нас 15 минут времени есть, те, кто приехал издалека, потому что, те, кто живет в Москве, люди могут подъехать, пройти более регулярно, это не проблема, а те, кто приехал, говорится, черт не знает откуда, из Дальнего Востока, Приморья и так далее, в Камчатке, они не могут каждый раз прийти. Поэтому, в первую очередь, будут приглашаться без обиды, те, кто приехал издалека. Так что, прошу не обижаться. А, да, о, прошу прощения. Прошу прощения. Значит, те, кто готов снять блокировки, опять-таки, снять блокировки, не значит, что у вас сразу все поедет, все само собой станется. Блокировка, это убирание блокировок, снятие проблем, которые не позволяют вам двигаться вперед. Ну, не значит, что без вашего труда что-то будет меняться. Просто, вам будет легче двигаться вперед, да, но движение должно быть с вами, с самими. Хорошо? Значит, все, кто готов, на это просто настройтесь, остальные, кто не хочет, спокойно сидите, никто с вами делать ничего не будет против воли вашей. Ну, вот, и даже не больно, да? Хорошо. Значит, сейчас просьба начнем. Еще раз благодарю всех, кто сегодня пришел. К сожалению, к сожалению, видите, сегодня неожиданное количество, ну, может, ожиданное, вопросов из зала, на которые еще не успел ответить, но я их буду читать в любом случае и постараюсь учитывать в дальнейшем. Всех благодарю, счастливо, удачи!